Дождь 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 Мастеров мы найдем. Кстати, Сережа специально для этого собирается сейчас свою квартиру в Полнореченске продать. Вот. Да. То есть вы решили все концы вырубить? Вернее, начать новую жизнь. Я надеюсь, она будет прекрасной. Ну что ж, за новую жизнь. Да. За новую жизнь. Ура. Андрей, ты куда? К себе. Так ты же практически ничего не поел. Спасибо, я сыт. По горло. Извините его. Переезд это всегда стресс. Особенно для Андрюши. Ему очень тяжело. Ну да. Ничего, я думаю, он скоро привыкнет. Инночка, может быть, ты нам что-то сыграешь? Да. Да. Да, я с радостью. Никто не расходится, у нас еще будет торт с чаем. Дядя Сережа, вы не представляете, какие у мамы торты. Торты. Идем. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ты знаешь, Сережа, мне кажется, я не понравилась Андрею. Дело не в тебе. Они с Любой были очень близки. Он до сих пор не может простить, но то, что когда она умерла, меня не было рядом. Мы же в постоянной командировке. А она всегда была рядом с ним. Ну, ты ведь все равно ничего не мог изменить. Может, ты все-таки зря сорвал его перед выпускными экзаменами. Там все-таки, ну, родная школа, одноклассники. Он не оставил мне выбора. После смерти Любы он вышел из-под контроля. Сережа, может, мы все-таки... Ну, поторопились с нашей жениной бы. Ну, я не знаю. Дождались бы, пока Нина и Андрей закончат школу. Я не знаю, они бы наладили свою жизнь. Ну, а потом и вы. Вера. А может, это стоило? Ну, что сделано, то сделано. Я надеюсь, ты не жалеешь ничего. Ни капельки. Ниночка, тебе помочь? Да нет, я вот уже нашла, куда. А. Ну, это хорошо. В тесноте, зато не в обиде. Да, спасибо тебе, Сир. Да. Ну, вот. Нас и выживают отсюда. Это самое удовольствие. Набрала кредитов, наделала долгов. Вот мы и остались без квартиры. Да? А на что бы я тебя кормила, поила? Обывала, одевала? А? Твой папенька, как только узнал, что я залетела, как сквозь землю провалился. Да ты все деньги на наряды спустила, мам. А по-твоему, я должна была крест на себя поставить? В 20 лет. Я тоже хотела себе семейную счастливую жизнь. Пожить по-человечески. А работать тебе не хотелось? Ты давай, это, уроки учи. Нанимать. А я учу уроки, мам. Я целыми днями только и делаю, что уроки учу. Мне классы уже зубрилой называют. А ничего страшного. Зато ты в институт поступишь без проблем. Получишь хорошее образование. Работу себе найдешь. А тебе что с того? Или ты думаешь, после тети Веры мне на шею сядешь? Ага. Конечно. Я не для того, столько пашу, чтобы потом все деньги на наряды или на салоны твои тратить. Вот как ты заговорила. Дрянь-то, Жанка, неблагодарная. Я же ночами не спала. Я же последний кусок тебе отдавала. Все для доченьки, любимой, единственной. Как вы мне все надоели. Так, стоп. Это мое. Прости. Мина, а где твой брат? Вон он. А почему он велосипедия не с нами на автобусе? Не знаю, так захотел. А это правда, что он с нами будет в одном классе учиться? Лиз. Он красивый. Давай, иди в автобус. Я вам не решаю. Нет, ты старой. А что ты делаешь? Мина, смотри, твой Андрей. Опа! Дуренький! Остановите автобус! Как дураки учусь вместе, остановите! Андрей! Андрей! Еще смеяться начали все. Андрей, ты в порядке? Андрей! И так, как же общество персонажа влияет на его характер? Виноградова, ну почему ты опаздываешь? Простите, можно войти? Проходи, пожалуйста. Сколько может терпеть мое бедное сердце? Сколько может терпеть мое бедное сердце? Трофимкин, как звали Обломова? Эээ, ну, Обломов. Эээ, Обломов? Сядь, Трофимкин, Жанночка. Его звали Релич. Молодец. А почему Гончаров именно так назвал его? Ну, вы об этом маме не рассказывали. Ну, допустим. Ну, если подумать, ну, может, новенький нам ответит, да, Давыдов? Почему отчество Ильи Обломова было Ильичем? Может быть, потому, что у него папа был Илья. Очень остроумно. Но все-таки почему же Гончаров дал своему персонажу такое отчество? Чтобы подчеркнуть их родственные души. Правильно. А именно лень, апатию и бесхарактерность. А я думаю, доброту и мягкость. Все, что любили Обломовым, это было вкусно поесть и сладко поспать. Ну, кто же этого не любит, Людмила Григорьевна? Особенно ты, Трофимкин. Так, записываю. Нашему обществу не нужны такие, как Обломова. Потому что они бездеятельные и бесхарактерные. И нашему обществу ничего они дать не могут. А разве мало быть просто хорошим человеком? А разве не нужно вставать, когда к тебе обращается учитель? Садись, Давыдов. Потому что они бездеятельные и бесхарактерные, Жанночка. Слышь, новенький? Что надо? Велик дай бы кататься. Не дам. Что, борзеешь? Трофимкин! Может, тебе в глаз дать? Попробуй. Трофимкин! Что? А, тебя там классная зовет. Меня? Да, говорит, это что-то насчет твоей медали. Черт. Что ты ржешь? Какой злотий, утиль. Давай, давай. А ты, Артамонов, чего тупишь? Беги за своим Трофимкиным. Да, вас, кстати, всех мухи не искала. Подожди. У себя все хорошо. Андрей! Что это с ним? Не знаю. Давай, держи. Есть, есть, есть. Давай, давай. Андрюха, ну что ты бросил? Вера. А? Вера, записывай. Длина два с половиной метра. Мам. А? Слушай, а может, давайте все вместе сфотографируемся? А что, отличная идея. Да. Да, остановитесь вот здесь. Да. А я сейчас настрою. Андрей, иди к нам. Я не могу фотографироваться. Андрей! Так, все готовы? Да. Так, сейчас. Сейчас. Так, сейчас, сейчас он будет мигать. И тогда надо заниматься. Чиз! Ну, показывай, давай. Андрей! Ой, отлично. Все хорошо. Запишите мне, пожалуйста, на пилинг массаж лица и маску с подтягивающим эффектом. Угу. А сколько мне это все обойдется? Хорошо. Да-да, завтра в три. Обязательно буду. Вот иду завтра на собеседование. Ой, здорово. А куда? Не буду пока говорить, чтобы не сглазить. Ту-ту-ту. Вероня, а выручи мне еще раз, а? Можешь одолжить денег, нужно блузку купить и юбку на собеседование. Ты же понимаешь, встречают подежки? Да, конечно. А я потом тебе сразу отдам. Как только работу получу, сперва же зарплаты. Угу. Сейчас. Ой. А вот столько хватит? Хорошо, спасибо. Веря, нашелся покупатель на мою квартиру. Хочет оформить документы как можно быстрее. Надо ехать, пока он не передумал. Так, Сережа, я еду с тобой. Думаешь, я не справлюсь? Нет, ну конечно же ты справишься. Но просто возвращаться с такой суммой денег, это опасно. Веря, ну чем ты мне можешь помочь? Мне так будет спокойнее. Ну хорошо, а как же Нина с Андреем? Так я могу за ними присмотреть. Или вы уже родной тетке не доверяете? Ой, спасибо тебе большое. Мы всего на два-три дня и обязательно к выпускному вернемся. Тем более. О чем разговор? Езжайте, делайте все, что вам надо. Я посмотрю. Спасибо тебе еще раз. Можно на связи? Да. Да не, за что идем. Спасибо. Не мешай ее. Твоя? Да. Да, и не забывай плевать цветы, хорошо? Мам. Ну все, прости, я просто очень волнуюсь. Держи тормозок. Угу. Слушай, я тормоз забыла. Я сейчас принесу. Ну что, надеюсь, у вас все будет хорошо. Будет, не волнуйся. Берегите сюда. Мы скоро вернемся. Ну что, Андрюха, оставишься за старшего. Головой отвечаешь за всех барышин. М? Я тебя люблю. Все, все, отставить слезы. Не навсегда же уезжай. Все, пока. Пока. До свидания. Удачи. Пока. Ну вот и отлично. Теперь у нас есть свободная комната, пойдешь туда, чем мы должны совместить. Правильно? Нет, это спальня родителей. Тогда я туда перееду на время. Как пора дня я поживу по-человечески. Мам! Что? Мне нужно с тобой поговорить. Ина, можно играть потише? Ты мешаешь мне заниматься. Я вообще-то готовлюсь к серьезной вузу, в отличие от тебя. Прости. Мне тоже нужно репетировать. Ой. Зачем ты это сделала? Прости. Прости. Поехали. Прости. Захх… Нин, садись. Держись крепко. Что ж такое? Нет, ну, это же невозможно. Ребята, ну кто запустил вирус системы? Ну что ж вы делаете? Годовая контрольная. Что? Твоих рук дело? Угу. Мне брат одну штуку показал. Не, ну а что? Я эту контрольную все равно на пятерку не сдам. А если у меня медали не будет, знаешь, что мне батя сделает? Так, в последний раз вас спрашиваю, кто испортил компьютер? Ну что же вы за люди такие? Ведь школа в вашем будущем... Что ты давай до рукой тянешь? Можно я посмотрю? Ты что, разбираешься в компьютерах? Ну, чуть-чуть. Давай попробуй. Троян запустили. Сейчас. Ну, вроде все. Гавыдов пятерка. Спасибо. Ну что, братцы, теперь контрольная. А ты будь мальчику написала, хорошо? По-моему, я дал тебя. Блин. Нина. Нина, скорее там во дворе Андрея бьют. Держи ее. Эй, мальчики! Что вы делаете? Ты что, отдай? Эй, мальчики! Отойди от меня, сивачки. Отдай. Отдай его медальон. Это медальон его мамы, дурак. Давай, носи с ним, мам. Трофимкин. Отдай. Трофимкин, блин. Не встань! Если я из-за тебя тройку получу, я знаешь, что с тобой сделаю? Так, да пойди, а то я с тобой что-то сделаю. Андрей, ты в порядке? Да. Точно? Да. Давай сейчас найдем. Андрей, посмотри на меня. Нормально все. Андрей, у тебя кровь. Да все в порядке. Вот. Нашла. Видишь, я же говорила, что все обойдется. Спасибо. Эй, давайте быстрее, там физрук нас ждет. Да. Ты точно в порядке? Да. Ребята, у нас завтра в школе великий день. К нам приезжает один из наших... Извините, а мы сейчас переоденемся и... Нет, все, стойте, стойте. Послушайте объявление. Ребята, у нас завтра в школе великий день. К нам приезжает один из наших лучших выпускников, Платон Белозер. Несмотря на то, что Платон окончил нашу школу два года назад и уже стал мастером спорта по дзюдо, он по-прежнему помнит о своей Альма-Матер. Ну, и мы, конечно же, тоже помним нашего лучшего выпускника. Нашу гордость. Не обо всех наших выпускниках пишут в газетах. Ой, а можно, да, посмотреть? Посмотреть. Пока не забыл. По моей просьбе Платон приведет в нашей школе показательный бой. Так что те, кто занимается у меня в секции дзюдо, смогут попробовать свои силы. Побороться с Платоном на Татане. Красивый. Нина, посмотри, как он тут клево получился. Да. Очень красивый. Не помешаю? Хотя чего же? Это же моя комната тоже. Жанн, ну чего ты на меня слишься? Ты думаешь, мне это нравится? Ну, я думаю, да. Иначе бы ты не разрешила тетю Вере снова выйти замуж. Слушай, тебе действительно нравится этот придурок и его папаша? Я просто хочу, чтобы мама была счастлива. Вот и все. Ну, да. Она счастливая, ты добрая. И только мне одной должно быть от этого плохо. Слушай, кто не хочет. Субтитры сделал DimaTorzok Это ты сделал? Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Поехали, а то опоздаем уже А что, ради Платона? Хочешь быть как все? Поехали Внезапно нахлынувший дождь Смыл все их невзгоды И печали Он отсек все лишнее И соединил их Прекрати списывать, Трофимкин Ты же на медаль идешь Здравствуй, Платон Здравствуй, Санта Ай, красавец, молодец Спасибо Что мы там увидели за Харкина? Платон приехал Мы еще не закончили Продолжаем Он отсек все лишнее И соединил их Так, ради оставляем на парке Что, Давыдов, ваше время истекло Ну, Давыдов Спасибо, Платон Выручил Значит, завтра Это вам большое спасибо, Сан Саныч Платон Вот Ребят, внимание Завтра состоится показательный бой Все, кто хочет попробовать свои силы В спарринге с Платоном Без формы мне не приходить Ясно? Хорошо Смелые есть? Да Молодец, Захаркина Повезло тебе Можно уже? Давай Привет Привет Слушай, ты покурил Ребят, пойдем Что за боевая травма? Цепился с этим Никитином С Серегой, что ли? Привет Я Платон Очень приятно Нина Я сейчас Так, ты зайдешь к нам? Я попозже зайду, да Пойдем Ну, пошли Привет Привет Ты стала совсем взрослой Да Ты тоже Ты домой сейчас? Да Я могу тебя провести? Если хочешь, конечно Столько всего произошло, пока тебе не хватает Не было Кстати Привет 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 Ты прости, пожалуйста, что я тебе не звонил, не писал Мне просто не было возможности А на самом деле, я по тебе очень соскучился Нет Нет, идешь домой? Ты познакомишь нас, Нина? Да, это мой сводный брат Андрей А это мой... Платон Ты пейдешь или нет? Мы тут прогуляться хотели Хорошо Я с вами Ну, пойдем А ты не передумала поступать в мост училищ? Я вообще-то уже все конкурсы прошла Правда? Да Это очень хорошая новость Значит, ты скоро переедешь в Волиногорск? Круто Будем жить с тобой в одном городе Сможем часто видеться Тебе нравятся в Волиногорске? Ну, не знаю Я там только в училище была И на центральной площади Слушай, давай сегодня поедем Я тебе там все покажу На машине доедем очень быстро Ничего даже не заметишь Ой Прости Ты чего, нормально Так что? Давай Ну, тогда через час Я за тобой заеду Хорошо Пока 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 Да Слушай, ну он же Мажор Не твое дело Да, Платон Хорошо, я тебя жду Давай Слушай, ты серьезно думаешь Что у вас с Платоном что-то получится? А что? Ну, понимаешь Такому мужчине, как Платон Нужна девушка с ответом Вообще Ну, с изюминкой Яркая, смелая А ты что? А я что? А ты провинциалка Привет Привет Чудесно выглядишь Спасибо Ты решила взять на свидание своего брата? Нет Хорошего вечера Ты так красиво Когда папа строил эту гостиницу Он советовался со мной Ему хотелось, чтобы я любил то, чем буду заниматься в будущем А я хотел, чтобы каждый наш гость чувствовал себя уютно Что? Прости О чем ты думаешь? Не знаю Как-то непривычно просто Ты сидишь напротив меня Кушай Тебе не нравится японская кухня? У нас есть европейская? Кирилл Слушай, у вас как-то не получится А принесите, пожалуйста, лучше буду в нашем ресторане А еще лучше десерт Может вам принести, как Егоре? У-у-у-у Это японское мороженое Тогда давайте Замерзла? Так будет теперь Андрей Ты что сделаешь? Идем домой Отпусти меня Эй, друг, ты слышишь, что девушка сказала? Тебя это не касается Так, Платон! А что Платон первый начал? Прости, но я думаю Нам лучше идти Почему? Ты же хотела город посмотреть В другой раз Подожди Нет Возьми, пожалуйста Это деньги на такси Мне так будет спокойнее У нас есть деньги И мы на автобус еще успеваем Пока Прости Пошли, а то опоздаем Зачем? Ну скажи, зачем? Зачем ты пришел? Я так долго мечтала об этом свидании А ты взял и все испортил Нинь Не трогай меня Не трогай меня Ты нужна мне Я не могу Прости Это твое теперь Не трогай меня Чего дергаешься Если вечер Слушай, а тебе не все равно Если это из-за Платона То зря Наша Нинка для него Всего лишь маленькое приключение Такие как он Женятся на дочерях банкиров Или министров Поверь мне Я знаю, о чем говорю Нина с Андреем Вернулись Ну а я тебе о чем? Нищета к нищете Богатые любят богатых Ну как там? В ресторане Вас вкусно покормили? А ты ужина? Нет? Я обещала за вами присматривать А нянчиться в мои планы не входила Нин Едешь со мной или нет? Нет, я на автобусе Что случилось? Ничего Ты что, действительно думаешь, что у тебя есть какие-то шансы рядом с Платоном? Ты еще больше идиот, чем я думала Давай, давай, давай Аплодисменты Бой! Аплодисменты Аплодисменты Я хочу. А ты разве занимался дзюдо? Я не хочу упускать возможности. Давыдов, у тебя даже формы нет. Я не буду с тобой драться, это не по правилам. Чего, боишься? Я не боюсь, я профессионал. Это не дзюдо! Это не дзюдо! Ну что это такое? Сан Саныч, да прекратите это безобретение. Я вам говорю, Димская, он мятамилиции, по нему плачет. И классный руководитель, вы действительно? Давыдов, вышел в зало. Хлопайте вот чемпион. Вы бы тоже похлопали. Как же похлопали? Мой любимчик, мой любимчик. Андрей, давай поговорим. Он не может так продолжаться. Андрей, ты меня слышишь? Давай, давай, я помогу. Слушай, не надо. Мы же просто друзья, да? Я понимаю, что тебе тяжело адаптироваться, что у тебя здесь не надо близких друзей. Да точно. Ну, Андрей, не нужно же нам не срываться, а? Слушай, а ты жалей меня, перестань. Ну, Андрей! Ну, рад был повидаться. Еще раз спасибо, что приехал. Твои успехи в дзюдо, большой стимул для ребят. Это вам большое спасибо, что позвали. Да, из-за этого Давыдова извини. Он у нас новенький, странный мальчишка. Да нет, все в порядке. До свидания, Александр Александрович. Пока, ребят. До свидания. До свидания, Александр Александрович. Андрей, где там? Привет! Нина, можно с тобой поговорить? Да. Представляешь, я влюбилась. В кого? В Андрея. Он такой классный и так круто дрался с Платоном. Я очень хочу с ним встречаться. Ты же его сестра. Знаешь, что ему нравится. Поможешь мне его очаровать? Да ладно. Я купила ему подарок. И новое платье. Как тебе? Отлично выглядишь. Правда? Спасибо. Пошли. На. Привет, Андрей. Привет. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, спасибо. Это тебе. А что это? Подарок. У меня что, день рождения? Это форма дедов. Я подумала, ты решил стать дзюдоистом. Слушай, спасибо. Ну, знаешь, я как-то перегорел. Ну, ладно. Можно тебя на минутку? Да. Что тут такое? Можешь нас с Андрюхой хоть на пару минут одних оставить? Пожалуйста. Да, конечно. Да, Верочка. Привет. Нет, она мне говорила, что ты звонила. А ты как там, справляешься? Ага. Как дети? А, у нас и прекрасно. Вот. Детям завтрак готовлю. Ну, что вы там? Квартиру переоформили? Да, вот как раз идем оформлять. А как мои грядки? Не забывайте поливать? Ну, конечно, нет. Как можно? Ну, отлично, хорошо. Ну, все, тогда удачи вам. Пока. Мама только что звонила. Они сегодня последние документы оформляют. Я знаю, она говорила. Ой-ой. Что-то мамин огород совсем завел. Надо бы полить. Жалко, убегать надо. Ничего не успеваю. Я полил. Андрюша, а чем это ты тут занимаешься? Да вот, собственно. А может, тебе помощь нужна какая-то? Слушай, спасибо тебе за кимону большое. Я бы с тобой пообщался, правда, но мне нужно закончить. Прости. Хорошо. А где Лиза? Ушла. Что? Хватит. Не дам, не дам. Сюда, говорю. Ух ты. Сюда. Давай, давай, давай. Они сюда, говорю. Все, 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 все. Слушай, пойдем гулять? Давай. Давай. Андрюша. 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 Мне очень жаль, но если вы не являетесь владельцем недвижимости, вы не сможете взять деньги под ее залог. И что, совсем-совсем ничего нельзя сделать? Мне очень жаль. Ничем не могу вам помочь. Пирожки горячие, с жару из пылу. Пирожки горячие, с жару из пылу. Давайте два. С чем вам, дети? А с чем есть? Ой, есть и с картошкой, и с капустой, и с яблоками, и с вишнями. С вишней. Давайте два с вишней. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Ой, они так вкусно пахнут. Спасибо вам большое. Кушайте на здоровье. Домашние, вкусные. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Ну что, как тебе? Очень вкусно. Я бы всю мишку просила. Слава Богу, не все. Обожаю это место. Я здесь первый раз. Тут очень красиво. Стой. Спасибо. Привет. Как улов? Чья лодка, не знаешь? Моя. А можно мы покатаемся? Стольник гони и катайся. Нормальный пацан. Ну, держи. Аккуратно. Не боишься? С тобой нет. Садись, садись. Давай, а ты упадешь. Класс. Куда, Финч? Туда. Поплыли. Нет, 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 не надо. Так красиво. Часто здесь бывало? Да. Мы с папой раньше здесь часто бывали. Плавали. Андрей. Что? Вода в лодку затекает. Андрей. Вот Шкода надул нас. А если мы утонем? Бежали, успеем. Тут же, наверное, очень глубоко. Андрей, что делать? Не вставай. Андрей, мы сейчас утонем. Не вставай. Андрей. Деньги, вставай. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он заботился обо мне Защищал Потом его не стало Теперь я буду тебя защищать И заботиться о тебе Но я же скоро уеду Куда? В Вольногорск Я хочу поступать в музыкальное училище Хорошо, я тоже уеду в Вольногорск Я могу поступить в технологический На программиста Да? Мы всегда сможем быть рядом А Нас, наверное, детей Ира будет искать Уже поздно Блин Телефон сломался Видимо, промок насквозь Ну что, домой? Пойдем Только можешь, пожалуйста, не подглядывать Хорошо Есть кто? Тихо Что здесь происходит? Да, да, ничего А ну быстро спать Если не хотите, чтобы ваши родители узнали Как именно вы готовитесь к последнему экзамену Не, спасибо Нина Нужно поговорить Доброй ночи, Андрей Иди сюда Доброй ночи Ты что творишь? А о чем вы? Ты мне дурочка тут не строй Вы с Андреем Брат и сестра Мы не родные А что это меняет? Ты хочешь, чтобы на нас весь город пальцем показал? Ты хоть представляешь, что бы Говорить о всей нашей семье Обо мне О Жанне О маме твоей Если узнают, что ты крутишь у Ромура с братом Он мне не брат Ты пойди соседям это расскажи Или ученикам маминам Ты пойми Андрей мальчик У него сейчас одно на уме Но ты же уже взрослая девушка Ты же должна знать, что такое честь Чувство собственного достоинства Уважение В конце концов Это, конечно, не мое дело Я тебе не мать Но если бы моя Жанна Позволила себе что-то подобное Я бы от стыда сквозь землю провалилась Марш спать Давай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нин Нин Ты все выучила? Шпоры написала? Да что с тобой? А, прости Нина, стой, давай поговорим Что между вами происходит? Нина, подожди Нина Эй Нина Нина Я не знаю, что между вами там происходит Но если ты не успокоишься То ты просто провалишь экзамен, ты понимаешь? Так, иди сюда Мне кое-что для тебя есть Вот Держи Это для математики Так, в шпаргалке Девочки, до вас улитка обгонит У нас экзамен, мы опоздаем Держи Так Это на математике Придаю ускорение Да, подожди Я делаю, делаю Нина, объясни, что происходит? Андрей Нина Что ты делаешь? Андрей Стой, скажи, я тебя чем-то обидела, или что? Да нет, отпусти А что тогда? Да ничего, что тебе от меня нужно Ты мне нужна, ты Ты мне нужна Ты вообще экзамены сдавать собираешься на меня? А смотри, какой у тебя класс? Выпускной Что ты ведешь себя, как ребенок? Давыдов Отвечай Простите Последний раз Нин Привет Я тебе с вчерашнего дня дозвониться не могу Ты недоступна, почему? Прости, я телефон в речке утопила Понятно Ты вообще как? Все хорошо Точно? Да Ты просто выглядишь какой-то грустный Может, обидел кто? Да, нет, все нормально Слушай, я пойду, ладно? Ну, подожди, я билеты в кино купил Пойдем? Не могу А завтра? Я не знаю, Платон Хорошо Просто пойдем тогда, когда ты сможешь Только дай мне об этом знать Хорошо Прости Нет, стой Ты что, из-за него? Ты меня из-за него игноришь? Не орать Стой Я думал, между нами что-то есть Да, между нами ничего быть не может Почему? Андрей, мы брат и сестра Ты хоть представляешь, что скажут наши родители? Нина, стой Андрей Зайди Выпусти меня Не выпущу Я люблю тебя, блин Я люблю тебя, я не все равно, что скажу Андрей Андрей Так ты знаешь, мне так нельзя, мой брат и сестра Да что за чушь? Скажи мне Скажи мне, кто тебе этот бред внушил? Скажи Тетя кто? Андрей Посмотри на меня Я люблю Платона Посмотри на меня и повтори Отпусти меня Семейная ссора? Слушай, зря ты от него бегаешь Из вас получилась бы отличная парочка Жанна, отстань от меня Не вопрос Опять отстань от Платона Он тебе не по зубам, поняла? Твой уровень, Андрюша, такой же псих, как и ты Ты зачем это сделала? Устала бы Да не трогай меня Встала бы Быстро Ты нормально? Да не трогай меня Нормально? Трогай меня Семей, ее еще хоть раз пальцем трогай Пойдем 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 Наверное, что больше не тронет Я обещаю тебе Нин Все будет хорошо Спасибо Ты жлюешь меня? Что тут у вас случилось? Жанна Вы что, подрались? Ничего не случилось Я не собираюсь больше спать с этой дурой в одной комнате Жанна Не дури Ты прекрасно знаешь, что нам пока идти некуда Это все из-за тебя Ну хватит уже Я жила как умела И поверь, хотела лучшего для нас обеих Девочка моя Я тебя прекрасно понимаю Но тебе придется помириться с Ниной Да, это ее дом Ее и Вера А я не собираюсь с ней мириться Все, мам, с меня хватит Ну сколько тебе осталось потерпеть Месяц или два А потом ты поступишь в свой универ Вернешься в Ольногорск И все Сама себе хозяйка Милая моя У тебя все только начинается Ты только когда там свободу почувствуешь Головой своей думай Моей дорожкой не иди Ты видишь, куда она меня привела? Ты знаешь, я вот решила поступать на актерский Буду звездой Поеду покорять столицу Будет круто Смотри, кто идет А ну, вытрись быстро Привет, Платон Привет Привет Как у тебя дела? Спасибо, хорошо У вас как? У нас отлично Мы сегодня сдали последний экзамен Поздравляю Да, и по этому поводу у нас просто будет грандиозный праздник Поехали с нами О, спасибо, девчонки Я думаю, вы без меня хорошенько отрываетесь Нина поедет с нами Будет весело Да, я буду Спасибо Он классный Мне очень повезло с ним Угу Алло Какая Лиза? А, Лиза Да А Нины нету Ей что-то передать? Угу Хорошо Что завтра на пикник придет Платон Хорошо, я обязательно передам До свидания Мам, а можно я завтра на пикник надену твое красное платье? Ты с ума сошла? Об этом не может быть и речи Ну, совсем новое На пикник Хорош еще, или пятно там поставишь Ну, мам Я сказала нет А вообще, чего ты на пикник собралась? Ты же вроде не собиралась Ну, вот собралась Какая тебе разница? Ну, вот Ага Удачу Один Угу 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Привет, бывшая любимая. Думала, здесь я не найду. Толик, ты как тут? Что тебе тут не надо? Специально с Вальнеборской сбежала, чтобы долг мне отдавать. Да ты что? У меня квартиру, банк отобрал. Что я могла сделать? Те мои деньги. Ну, Толик, ну что ты начинаешь? Мог бы и простить мне долг, но это же для тебя не деньги. Раньше были не деньги, а сейчас каждая копейка на счету. Ну что, сама долг отдашь? Или может тебя моим кредиторам отдать? Они с такими, как ты, долго не церемонятся. Одна встреча, ты сама им все в зубах принесешь. Да у меня просто нет денег. Честно, совсем. Толик, ну может быть ты как-то иначе долг соберешь, а? Мам, моя кофта высохла? В дом иди быстро! В дом! Ну ладно. Ты же тогда говорила, что это соседкина дочь. А сколько же все лет получается? Знаешь, сколько есть все мои, ясно? А денег у меня нет. Нет, и не будет. А дочь у тебя молода, красивая. Жаль будет, если какие-то отморозки их жизнь испортят. Толик, я тебя прошу, со мной можешь сделать все, что хочешь, а ее не трогай. А на это в чем виноват? От тебя все зависит. Деньги принесешь, тогда поговорим, а та... Я тебя сколько раз просила, не называть меня при людях мамой, только Ирой. А что такое? Свидание сорвалось? Мужик увидел, что тебя не 25, как ты всем рассказываешь. Рот закрой. Ты сама не представляешь, что ты натворила. А зачем ты меня так дорожала, если я тебе мешаю везде? Дура! Это не то, о чем ты подумала. Да ладно, как будто бы я тебя не знаю. Я всегда одна на уме. И, кстати, возраст у тебя на лице написан. Нина! Ну ты где пропала? Я тебе везде звоню на мобильный. Я телефон в воду уронила. А ты знаешь, кто с нами едет на пикник? Тетя Ира тебе что, не сообщила? Нет. И кто? Флатон, привет! Иди сюда! Вот кто это, я его позвала. Привет! Привет! Здравствуйте, Нина! Привет! Ладно, я пойду, потом встретимся. Пока! Пока! Это тебе. Платон, я не могу. Перестань, пожалуйста. Я просто хочу, чтобы ты всегда была на связи. Спасибо. Так, ты с нами едешь? Да. Меня пригласили. Но если ты не хочешь, я могу не поехать. Так, да нет, я за. Я там кое-что взял, она у меня в машине. Пройдёмся, заберём? Да, конечно. Спасибо. Что ты делаешь? Привет! Привет! Нина, а почему ты одна? Где Андрей? Да, Нина, где он? Мы все его ждать не будем. И вам что, Андрей? Прости, я тебя там подожду. Забери вот это. Ну что, поехали? Извините, я, наверное, не поеду. Нет, ну что ты, поехали. Там будет весело. Лизка, а ты что тут застыла, а? Может, подождём ещё пять минуточек, Андрея? Зачем тебе сдался этот Давыдов? Мы 11 лет без него учились и отпразднуем без него. Поехали. Подожди, нет, стой. Поехали. Ниночка, ну потерпи ещё немного, ладно? Скоро увидимся. Да, передавай Андрюше привет, солнышко. И не грусти. Да, я тебя очень сильно люблю. Да, давай, пока. Слава. Пора. Тихо, тихо, тихо. 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 Да. Алло, Юра, я видела, ты звонила. Что-то случилось? Всё хорошо? Ну да, деньги уже получили за квартиру. Вот сейчас спакуем последние вещи и, ну, надеюсь, к вечеру будем дома. И что, вы всю сумму наличкой с собой повезете? Серёжа не доверяет вам. Ну, поехали, быстро, я тебя очень успею. Ну, вы там поосторожнее с такими денежищами, мало ли что. Всё, всё, Ирочка, извини. Всё, Ирочка, извини, нам надо ехать, да. Пока. Да. Извини. Всё, Ирочка. Там. Всё. Я не помешаю тебе? Нет, конечно. Я наоборот рада, что ты с нами. Владимир, спасибо тебе за все, я очень рада с ним. Я наоборот рада, что ты с нами. Что, Жанка? Я наоборот рада, что ты с нами. Выслушай сначала. Новый муж моей невестке продал квартиру в Полноречицке. Они сейчас едут сюда, на машине. Всю сумму везут с собой наличкой. Вечером будут здесь. Там денег даже больше, чем я тебе должна. Так что добычу в деле пополам. Ты что, с ума сошла? Родственницей балбануть хочешь? Не я, а ты. Мне там светиться нельзя. Хочешь моей руками все сделать, сама чистенькая остаться, да? А у тебя не получится. Ладно, хорошо. Не хочешь, не надо. Только имей в виду, про долг мой тоже можешь забыть. Все равно такой суммы мне больше взять негде. Пока. Стой. Информация про машину. А что ты написала? Что, дельфин синий, что это такое? Синий дельфин. Игрушка мягкая. Висит у них на зеркальце заднего вида. А номер машины где? Я не знаю много. Там у них это, фара задняя, треснутая, правая, кажется. Слушай, а... Ты не многовато половина за столько информации. Как я без номера найду эту машину? Так от тебя не надо их искать. Я вам буду все время звонить. Спрашивать далеко они или нет. Ты просто засаду устрою передъездом в город. А когда они подъезжать тебе станут, я тебе мэкну. И если ты меня подстанешь. Да какой мне резон? Степеньки, ну давай, снимай нас. Давай, снимай. А на что? Из города Давыдова нет золотой медали. А значит нет и камеры. Мать сказала, ноу мани, ноу хани. Давай, на разлагся теперь. Ребята, у кого-то есть камера? Нет. Что, нету ни у кого? Снимай тогда. Да куда попросили их бросить? В костер. А ты что? А я жонглирую. Что? Что? Черт. Пойдем танцуем. Серьезно? Серьезно? Серьезно, почему нет? Смотрите. Битва огурцами. Ребята, давайте, не селиться. Давай. Давай, давай, давай. Снимай. Эй. Стой. Ужаска. Нет, точно нет. Давай, давай, давай. Лиза, Лиза. Да, я тут не думал. Присядь, отдохни. Сейчас будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 А ты, здравствуй, здравствуй. А ты, здравствуй, здравствуй. Это он знает ей. Я в баденборском месте. Сжастый. Нин, ты мне очень нравишься. Платон, ты мне тоже. Подожди, позволь, закончу. Скоро ты переедешь в Мальногорск. И все, что было здесь, оно станет неважным. Пройдем, пожалуйста. Позволь мне доказать свою любовь. Прости. Нина. 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 Подождите. 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 Погреста. Ждите. Спасибо. Сережа, я говорю, кто-то остановился. Привет, ребят. Что-то случилось? Проблема я там? Добрый вечер. Машина заглохла. Так, может, помочь чем-нибудь? Ну, можем дёрнуть. Трос есть? Да, в багажнике. Сейчас. Спасибо, что остановились. А то мы думали уже на трассе ночевать. Сейчас. Машины побудь. Затой. Ой, у вас упало? Не понял. Мамочка! Помогите! Помогите! Стой! Назёрных навесёшь? Не будет, ладно. Спасибо. Привет. Привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Слушай, там все фотографируются? Да, да, конечно, да. Я пойду. Улыбаться не забываем. Пока. Пока. Секундочку я вас попрошу, на лавочку встаньте. Отлично. Улыбаемся. Готово. Ребята, ну давайте быстрее. А давайте по мороженому, а? Давайте, Маркушина, я возьму. Чего встали, девочки? Пошли, пошли, сейчас все места займусь. О, милая барышня, это гиацинты, цветы дождя. Гиацинты? Да, так их называют. Нина, можно с тобой пошушукаться? Да. Представляешь? Дайте, пожалуйста, все. Как думаешь, идти? Иди, если он целоваться начнет. Лиз, ну что, ты же этого хочешь. Да. Ну иди, конечно. Тебе. Спасибо. Нин, а это тебе. Так много. Спасибо. Нравится? Да. Хорошо. В мастерскую отнесем? Давай. Давай. Нин. Ну, давай договоримся, что это будут наши с тобой цветы. Цветы дождя. И мы будем вместе, пока они будут расти здесь. Давай наденем. Ты чего? Прости. Ты же знаешь, мы не можем быть вместе. Я выбираю его. Давай одевайся, а то аттестаты вручат без тебя. Я никуда не пойду. С ума сошла. Какой день? Я представляла этот день по-другому. Вместе с мамой. И где они? А вдруг с ними случилось что-то ужасное? Мышь, придумывай. Мам, там Нина опять по поводу тетей Растрадает. Пойди сделай что-нибудь, она мне праздник испортит. Да. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. И я тоже переживаю, поверь мне. Но мы не имеем права думать о плохом. Как вы думаете, с мамой и дядей Сережей все хорошо? Я думаю, что мы должны в это верить. Так что возьми себя в руки и начинай собираться. Мама же обещала, что она будет в этот день со мной. Но не все наши мечты сбываются. Мы же с ней вместе платье выбирали и прическу придумывали. Так в жизни бывает. Ну, тебе придется с этим смириться. Малыш, ты же уже почти взрослая. А взрослые люди должны контролировать свои эмоции. Ты думаешь, мне не бывает страшно? Или грустно? Но мы взрослые. И тогда должны вести себя так, чтобы никто не догадался, что на самом деле у нас на душе. Так что ты давай. Малыш, и ты давай. 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 КОНЕЦ Поздравляю вас, Елизавета. Успехов вам. Поздравляю. Спасибо. Ниночка, где Андрей? Заболела. Очень жалко. Передай, пусть поправляется. Спасибо. А почему Андрей не пришел? Не знаю. Ты такая скрытная стала в последнее время. Игнат Трофимкин. Поздравляю. Жаль, не дотянул до медали. Поздравляю. Надо было все-таки вытягивать, парни. Не получил медаль только из-за вашей информатики. А кто вы в жизни будет вытягивать? Мои мнения такое. Каждый должен получать по заслугам. И, наконец, наша лучшая ученица Жанна Виноградова. С такими результатами есть открытые двери всех вузов нашей страны. Поздравляю, Жанночка. Спасибо. А теперь, дорогие друзья, всех приглашаю в банкетный стол. Спасибо. Спасибо. Ой, какие шарики. Мне таких еще никто не дарил. С праздником вас. Да, милая Георгиевна. Платоша, спасибо. Так, 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 так. Ну, угощаемся. Я красненько. Не хочешь какую-то конфетку съесть? Да, да, да. Молодежь за ваши успехи. Спасибо. Молодежь. А сейчас небольшой концерт, созданный, так сказать, руками наших выпускников. Ниночка, прошу нас сцены. У нас сцены. Спасибо. 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 Мам, где Андрей? А я откуда-то знаю. А что, выпускного уже закончился? Что ты делаешь, Жан? Что случилось? Андрей, а что ты тут сидишь? Отстань. Как ты отстань? Как ты отстань? Ты же любишь Нину. Тебе нужно бороться за свою любовь. Вот я люблю Платона, и я буду бороться за него до конца. Ты тут сидишь, Нюни распустил. Если ты хочешь быть с ней, тебе нужно идти за ней сейчас. Она меня не любит, она сама так сказала. Идиот. Ну какой же ты идиот. Ты думаешь, ей нужен кто, Платон? Ей не нужен, Платон, ей нужен ты. Давай скорее, скорее, давай, иди. О, Андрей. Мы дойдем со мной. Эй, в своем уме. Подожди минуту. Хорошо, минуту. Пойдем. Андрей. Потом они сами разберутся. Давай по-танцам. Андрей, что ты делаешь? Ты можешь меня отпустить? Остановись, Анна. Жан, извини. Инна, ты меня любишь? Говорю. Андрей, отойди от меня. Что ты привязался к ней? Да я люблю ее. Так, хватит, перестань. Я тебя не люблю, понял? Да сколько можно, Андрей? Андрей, уходи давай. Цирк устроил. Уходи, говорю. Ты в порядке? Прости. Ты понимаешь, что я не могу любить тебя никогда? Откройте. Откройте, милиция. Доброе утро. Здравствуйте. Мне нужна Виноградова Вера Дмитриевна. А ее нет, она уехала. А что случилось? Обнаружена машина ее мужа, Давыдова Сергея Александровича. Вы не в курсе, куда он исчез? А так... Они вместе были. Возвращались из Полнореченска, и... У них, кажется, машина сломалась. Машину нашли в кювете, пустую. В ней никого не было. Как-то... Где мама? КОНЕЦ КОНЕЦ Стоп, 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 стоп. Виноградова! Я сейчас оглохну от этой какопонии, которую вы здесь играете. Простите, но... Я не могу простить. Вообще, ноты читать умеете? Вы роминура от ремажора отличаете? Да. Какая это нота? Родиес. Это? Ну, давайте, давайте, Виноградова. Смелее. Виктор Борисович, вообще-то Нина закончила ему училище с красным дипломом. Это диплом сгорал от стыда, когда его вручали Виноградовой. Виктор Борисович... Так, для такого маленького оркестрика у нас, по-моему, слишком много инструментов. Репетиция закончена. В общем, так, Виноградова. Два варианта. Либо учите ноты, либо пишите заявление по собственным желаниям. Свободны. Не поверьте мне, я его с радостью подпишу. Простите. Свободны, я сказал. Андрей. Простите, а вы не видели, этот молодой человек не выбегал? Вроде бы кто-то выбегал. А куда он побежал? Я не обратила внимания, не подскажу. Я не понимаю, что ты добиваешься? Столько лет за ним следишь и бестон. Мы что, тогда нас знакомы? Ну да. Я-то на шефа возил, горе не знал. Так он меня к тебе пересадил. Смотри, говорит, Вадька с Андрюхой днем и ночью. С его талантами у нас миллиардерами сделает. Поехали. 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 Может, лучше пообедаем или сразу в офис? Не, в офис. Пора вас миллиардерами делать. Поехали. А, ну тогда, конечно, поехали. Поехали. Нина, нужно поговорить. Говорил. Мне кажется, я знаю, почему он на тебя взялся. Чего? Ходят слухи, что у нашего Борисовича завелась молоденькая пассия. Тоже пианистка. Понимаешь, о чем я? Думаешь, наметит на мое место? А что не похоже? Еще этого не хватало. Работу потерять. А хоть я с ним поговорю? По-мужски. Пусть не думает, что у нас в оркестре за тебя некому заступиться. Ты сделаешь это для меня? Конечно. Спасибо. И прямо сегодня? Давай через пару недель, ладно? Через пару недель меня уже здесь не будет. Просто у мамы сейчас гипертонический криз, ей нельзя волноваться. Я поняла. Хороший вечер. Музыка. Музыка. КОНЕЦ Все, Вадька, отдыхай. Я до упора. Нина, ты даже не представляешь, как быстро летит жизнь. Кажется, только вчера нас со Светкой из роддома забирали. А скоро она уже школьница. А почему ты не поехала на ее день рождения? Не получилось. Она на день рождения планшет попросила. Ну, пришлось поднапрячься. Набрала себе побольше дополнительных номеров, а вечером буквально с ног валюсь. Зато дочке не отказываю ни в чем. Лиз, это как-то неправильно. То, что Света все время с твоими родителями. Я знаю. Но ты сама понимаешь, что в покрове с работой туго. Ну, заберу я ее сюда, и что? Я с утками на работе, а она одна дома. Без любви и без ласки. Картамонов так и не появлялся? Нет. После развода как отрезала. Ладно, он меня из своей жизни вычеркнул, а дочка тут при чем? Я хочу кое-что тебе рассказать, только не говори, что я сумасшедшая. Хорошо. Я видела Андрея. Где? Он сидел на балконе во время репетиции. И ты с ним поговорила? Спросила, куда он делся? Рассказала про родителей? Я не успела. Я когда прибежала, он уже исчез. Лис, может тебе показалось? Лис, не показалось. Это точно был Андрей. Нин, я понимаю, что ты его любишь, но его нет в твоей жизни. Я знаю, это сложно, но тебе нужно просто забыть его, и будет легче. Хорошо. Откуда тогда цветы? Это наши с Андреем цветы, об этом знает только он. Кто мог мне их еще подарить? Да кто угодно. Илья. Да при чем здесь Илья? При том, что Илье ты нравишься. Он ухаживает за тобой. Не понимаю, почему ты этого не видишь? Лиза, Илья, он трус. Я так не думаю. Он даже не способен на поступок. Хороший мужчина. Мужчина? Да. Ну, если ты все-таки был Андрей. Здоров. Привет. Здорово, Лука. Привет. Над чем паришься? Это сайт пытались взломать, ничего не получается. У них хорошая защита. Тут отлично поработано. А давай протестируем. Спасибо. Ты гений. Круто. Но есть, что доработать. Будет замечательно. Да. Здорово. Доставка пиццы. Нету. Вадик. Ты же сам сказал, на целых я не идешь. Я подумал, с голода опухнешь. Спасибо. Привет. Работник коммунственного труда. Привет. Привет. Что это за народное творчество? Да так надо одному козлу мозги промыть. Андрей, есть пятнадцать минут? Можно одну штуку вам глянуть. Я уже и так, и так пересобирал. Ошивку выдает и все не фурычит. Давай. 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 Попробуй убрать вторую и пятую константу. Теперь должно заработать. Виноградова, а что вы здесь делаете? Доброе утро, Виктор Борисович. Вы же уволены. Я уже приказ подписываю. За что? Виктор Борисович. Виктор. За профнепригодность. Еще вопросы есть? Всего доброго. До свидания не говорю. Не хочу накаркать. До свидания. Я вас больше не задерживаю. Что еще? Вот, гляньте. Это что? Она и министр культуры? Ну, и что? Знакома? Да. Это фото сайта министерства. А еще там есть статья, что Виноградова гениальная пианистка, и что министр собирается приехать в наш город, чтобы посетить ее соню. Я же ее уволил. Марина. Что ты стоишь? Давай возвращай ее быстренько. Раз министр ради нее собирается забраться в наш угол, значит, для него на что-то значим. Давай, Борисович. А что я скучу? Придумай, что ли. Давай. Что молчим? Работаем. Андрюшенька, заходи. Как все прошло? Все прекрасно, Андрюш. Все прекрасно. Вот. Ваша доля. Поделись с ребятами. Конечно. Это все? Пока все. Если будет какая-нибудь еще работа, я тебя обязательно найду. Да, кстати, Андрюш, а когда я увижу в действии твою новую программу? Скоро, Виктор Николаевич. Очень скоро. Да? Прекрасно. Ну, как вообще дела? Все хорошо? Спасибо. Мне нравится, как ты работаешь. Так и продолжай. Ну? Будь здоров. Благодарю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, Жанна Олеговна. Мой муж у себя? Да, в кабинете. Спасибо. Готовь. Ты все работаешь, да? Да. Домой собираешься или опять будешь ночевать в гостинице? Жанна, ты же знаешь, после того, как отец полностью устранился от дел, мне не хватает времени. На свою жену. Я знаю. И что мы будем с этим делать? Ну, лично я собираюсь работать дальше. Хорошо. Не буду тебя отвлекать. Спасибо. Жанна, езжай домой, я скоро приеду. Я тебя подожду. Поехали. Ты же хотел поработать. Это может подождать и завтра. Поехали. Поехали. Ты сегодня рано? Готовлюсь к концерту. Не хотел тебе говорить, но... Что? Ходят слухи, это не я говорю, это я слышал, что Борисыч тебя оставил только потому, что у вас с ним роман. Что? И ты в это поверил? Ну, а как по-другому объяснить то, что он перестал тебе придираться? Дал возможность выступить с сольником. Да и пассия от него, говорят, ушла со скандалом. Понятно. Нина, Нина, ты куда? Если Борисыч узнает, что это я тебе рассказал, то он может меня уволить. Не переживай, я не буду его посвящать в подробности. Пресса, телевидение, все нормально? Да, само собой все будет. И управление культуры звонило, все будет хорошо. Так, вот, смотрите, здесь. Понятно, чуть левее, на полтона. Ага. Объясни пролетариату человеческим языком. Чуть левее. Чуть, чуть. Можно вас? Ниночка, а? Как? Да, что хотел, Ниночка? Подпишите, пожалуйста, мое заявление об увольнении. По собственному желанию, как вы и хотели. Я? Когда? Ниночка, здесь какая-то путаница. Я никогда ничего подобного не хотел. Я вам не любовница, ясно? Какая любовница? Вы что, с ума сошли, Нина? О чем вы? Вы внезапно даете мне сольный концерт. Я вдруг гениальная пианистка. Скажите, пожалуйста, почему? Все это так. Но это только потому, что ради вашего концерта наш город собирается посетить министра культуры. Кто? Только не говорите мне, что вы очень мне незнакомы. Что? Так, Ниночка, я вовсю разберусь. Идите готовьтесь, идите готовьтесь. Марина, у тебя, кажется, есть знакомая у министерства культуры. Да. Так вот самое время позвонить и разведать кое-какую информацию. Вперед! Хорошо. Платон Михайлович, можно? Можно входить. Курьер принес билет на сегодняшний концерт в филармонии. Да, спасибо, можете идти. Простите, но там только один билет. А как же Жанна Олеговна? Хотите, я подниму свои связи и попробую достать билеты для нее? Нет, Ирина, спасибо, это будет лишнее. Жанна Олеговна не любит классической музыки. Как скажете. Андрюша, здравствуй, дорогой. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Давно ждешь? Нет, нет. Лично. Значит так, нужно уничтожить одну фирму. Прогмит, слыхало такое? Очередной заказ конкурентов? Нет. Здесь вся информация. Но есть одно имя. Какое? Нужно выкатить у них всю информацию. Но так, чтобы они не догадались, кто их хакнул. Виктор Николаевич, я боюсь, что это невозможно. Если я взломаю систему, они это узнают. Андрюша, ты же талантливый человек. Мне иногда кажется, что для тебя вообще нет ничего невозможного. Я в тебя верю. Я вас услышал. Будь здоров. До свидания. Все-таки мне интересно. Разве обязательно назначать встречи в настолько людных местах? Как я могу обеспечить вашу безопасность? Игорь, ну что ты? Перед законом я чист. А здесь приятно. Свежий воздух. Люди ходят. Не то, что в офисе. Поедемте в офис, Виктор Николаевич. Несчастный человек. Никакой свободы. Ладно, поехали. Но сначала покушаем. Зал почти полный. Я вижу. Волнуешься? У тебя руки дрожат. Есть немного. Нина, это будет начало твоего взлета. Вот увидишь. Спасибо. Виноградова. Да. Ты уволен. За что? А как же концерт? Ну, этот отыграешь и все. На все четыре стороны. Прошу. Миттар Борисович, а за что вы уволили меня? Звезда тоже нечем, понимаешь. Министр культуры даже не знает ее имени. Что? Аферистка. 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 Рам, скажи, пожалуйста, что вы принесли мне апельсиновый фреш. Сию минуту. И подойди ко мне. Платон у себя? Платона Михайловича сейчас в отеле нет. Он уехал. Куда? Не сказал. Странный трубку не берет. Не сказал, когда вернется? К сожалению. Хорошо. Что-нибудь еще? Нет, спасибо, иди. Спасибо. Шаналя Говна, мне кажется, я знаю, где сейчас ваш муж. Платон Михайлович уехал в филармонию. Ты шутишь? Нет, мне секретарша рассказала, что еще утром курьер из филармонии привез билет. Почему-то только один. Платон Михайлович сменил рубашку, попросил купить розы и уехал. Странно. Очень странно. Действительно. Особенно учитывая, что там не полноценный концерт, а какая-то Виноградова полтора часа играет на фортепиано. Виноградова Нина? Я не знаю, может, Нина, вы ее знаете? Это тебя не касается. Да, это меня не касается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нина! Привет. Это тебе. Спасибо. А что ты здесь делаешь? Как что? Я был у тебя на концерте. Это было потрясающе. Спасибо. Спасибо. Если ты не сильно спешишь, мы могли бы прогуляться? Да. Да. А вот такого черта делает. Ты его знаешь? Кто это? Я его в первый раз не наберу. Это урод один. Сначала Нине морочил голову, а потом ее сестра женился. Ого. Да он ходул. Ага. А ты ревнуешь. Какая разница? Может, хватит шпионов играть? Давай покажи спереди, объясни своих чувствов. А то нет, это пусть другую ведет, сто процентов. Слушай, Вадик, ты такой умный, да? Иногда да. Ты не понимаешь, чем мы занимаемся? Кому дорогу переходим? Я не собираюсь подставлять ее под удар. Пускай пока все будет как есть. Поехали. Поехали. А, значит, это получается твой первый и последний сольный концерт. Да. А что ты будешь делать дальше? Искать работу. А хочешь работать у меня в гостинице? Да. Платон, ну я же не маленькая девочка. Я могу сама о себе позаботиться. Ну, спасибо. А как у тебя вообще дело? Все хорошо? Да, все хорошо. Отец готовит меня к тому, что через год-два гостиница полностью перейдет в мои руки, поэтому спуска не дает. А Жанна как? Жанна? Вот у Жанны как раз полно свободного времени. Бутики, массажи, салоны, все, как она хотела. Нина, скажи, ты выглядишь такой грустно из-за того, что тебя уволили, или есть какие-то другие причины? Все вместе. Прости меня за эту прямоту, но скажи мне, ты никогда не думала о том, как бы могла сложиться наша жизнь, если бы мы были вместе? Я пойду? Я обидел тебя. Нет. Спасибо за святые. И за... И за то, что пришел. Пока. Пока. И за то, что пришел. В общем, ситуация такая. Если мы не хотим, чтобы они раньше времени узнали, что мы взломали систему, нам понадобится кто-то, кто сольет ключи доступа. А как мы найдем этого человека? Вот это хороший вопрос. В прогмите есть три системных администратора. Игорь Мыльников. Думаю, он нам подходит, он очень жадный. А откуда инфа? Пошарил у него в переписке, поверь, парень из тех, кто за копейку удавится. Это хорошо. Я с ним встречусь. Извините. До свидания. Да, здравствуйте. Вам еще нужен аккомпаниатор? А, нет. Я поняла. Спасибо. Да, до свидания. Добрый день. Я звоню по поводу работы. Алло. Алло. Понятно. Я очень люблю музыку. Я уверена, я смогу привить эту любовь детям и к Вивальде, к Моцарту, к Чайковскому. Это очень похвальные намерения. И документы у вас хорошие. Но, к сожалению, на сегодняшний день у меня нет ни единой вакансии. Если вы придете ко мне к концу учебного года... Я бы с радостью, но работа мне нужна сейчас. Увы. Сейчас я ничем не могу вам помочь. Спасибо. Паспорт. А, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Приходите. Здорово. Чего пугаешься? Ну, ты же по телефону сказал, что пешком будешь. Какая разница? Принес? А ты? Конечно. Благодарю. Только флешку потом уничтожь. Если чего, я не при делах. Ясно? Разумеется. Всего доброго. Обращайся. Ура! С днем рождения. Спасибо. Я поверить не могу, что ты забыла о своем празднике. Да, мне сейчас не до этого. Что случилось? Хозяин квартиры сказал, чтобы я заплатила за прошлый месяц в течение трех дней. Что ты собираешься делать? Не знаю. Денег нет, работы нет, перспективы нет. Может, в Покрову ехать? Угу. Буду учительницей музыки, как моя мама. Можи, ты там где собираешься? Тетка тебя даже на порог не пустит. Давай так, я одолжу тебе денег, заплатишь за квартиру. Как устроишься на работу, сразу отдашь. Ты серьезно? Да. А теперь давай праздновать. Спасибо, Лиз. Кто бы меня еще выручил? Просили вам передать. А где этот мужчина? Не знаю. Наверное, ушел. Нина. Нина, привет. Поздравляю с Днем Рождения. В этот торжественный день я хочу пожелать тебе... Пойдем, да? А что ты хотел? Думал, вечер тебя ждать будет? Поехали. Поехали. Популярный очерк истории музыки до 19 века. Издание 1954 года. Мама посоветовала. Спасибо. Передай ей. Вы же определились? Нет. Да. Нет. Илья, слушай, ты заказывай, а мы с Лизой отойдем ненадолго. Хорошо? Угу. Пошли, припудрим лосик. Хорошо. Что желаете. А зачем ты его пригласила? Илья хотел поздравить тебя с Днем Рождения. Не могла же я ему отказать. А меня ты спросить не хотела? Нина, хватит. Тебе уже не 16. Подумай своей головой. И вместо того, чтобы гнаться за призраками прошлого, пожалуйста, подумай о своем будущем. О каком? С Ильей? А хоть бы и с ним. Может, он и не мужчина мечты. Зато он маму любит. Он добрый. И не бросит тебя. Слушай, Лиз, если он тебе так нравится, строй с ним целый же сам. Нина. Нина! Добрый день. Добрый день. А мне нужен Платон Белозеров. Платон Михайлович у себя. Как мне ему вас представить? Скажите, что пришла Нина. Просто Нина? Ниночка, сестренка, какими судьбами? Ромочка, я разберусь. Привет. Мне работа нужна? Вот, Платон говорил, что поможет. Я и пришла. И что же ты собираешься здесь делать? Да, без разницы. Мне Лиза говорила, что вам горничные нужны. И ты собираешься работать горничной? И именно в гостинице моего мужа. Это прекрасно. Я думаю, мне пора. Да нет, подожди. Платон меня не поймет, если узнает, что я отказала в помощи своей единственной сестре. Пойдем со мной. Номер 3033 убери, пожалуйста, подготовь к заселению. Наталья Ивановна. Да. Вот эта девушка хочет работать на сгорничной. Нет проблем, сделаем. Можно вас на минуточку? Да, конечно. Не переживай, все будет хорошо. Для того, чтобы все окружно прикол у меня в том, что я привожу людей работать, так сказать, по знакомству, разваливая его бизнес, я у вас прошу относиться к Нине как к обычной горничной, не давая никаких поблажек. Как скажете, жена Олега. Так, пойдемте, пожалуйста, со мной, мы подберем форму, я проведу с вами инструктаж. Пойдемте. Быстро ходить умеете? Здесь надо быстро ходить уметь. Есть! Я ее сделал. Здорово. Привет. Узнал? Ну, конечно. Устроилась в горничный Белозерова. Это точно? За ней закрепили второй этаж. Хорошо. Спасибо, Бадик. Да, ладно. На. Устала? Да. Я просто не понимаю, как можно обратно мне за двадцать минут. Это невозможно. Это только поначалу сложно. Тут главное войти в ритм. Не хочу. Я тоже. Виноградова, ты принимала номер 4049 после выписки постояльца? Да. За мной. Ты инструкции читала? Да. Что нужно сделать во время выписки постояльца в первую очередь? Проверить мини-бар. И? Извините. Извиняться будешь предуправляющим. Сумму вычти вместо твоей зарплаты. Спасибо, Наталья Ивановна. Вы можете идти. Да. Ты могла бы сказать, что работаешь у меня горничной? Я не успела. Я пришла в отель, встретилась с Жанной, она меня и устроила. Просто я хотел бы подыскать тебе работу получше, но сейчас... Платон, не нужно. Я здесь ненадолго. Скоро начнется новый музыкальный сезон, и я найду себе нормальную, подходящую работу. Хорошо, я тебя понял. По поводу мини-бара не переживай, я разберусь. Не нужно. Я могу сама отвечать за свои ошибки. Хорошего дня. Здрасте. 409 номер, он полностью готов. Можете заселять. Нина, подойди, пожалуйста. Вот, посмотри, что я нашел вчера. Класс. Это же тот самый пикник. Как давно это было. Да. Есть какая-то такая смешная. А вот такой. Вот еще. Что? Да нет, ничего. Прости, я расстроил тебя этими фотографиями. Нет, нет. Нет. Ничего. Просто это когда-то было. И больше никогда не будете. Я пойду. Хорошего дня. Спасибо, спец. Что ж. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен номер. Стандарт, полулюкс, люкс. Не важно, главное на втором этаже. Сейчас посмотрим, что мы можем для вас сделать. Номер 309. Это люкс. Вас устроит? Да. Оформляйте. Виноградова. Зайди в 2014. Там постоялец попросил пиджак собрать в химчист. Хорошо. Потом уберешь соседний номер. Я его уже убирала. Берешь еще раз. Электрики и лампочки меняли. Ну, топтали. Издевается. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рома, ты можешь, пожалуйста, мне сказать, кто же в номере 2014? Это служебная информация. Рома, пожалуйста. Я тебя очень прошу, мне надо. Ну и что? Я не хочу из-за тебя терять работу. Рома, я тебя умоляю. Я никому ничего не скажу. Ну, ладно. Но если кто-то узнает... Нет. Ну что? Некий Каспров Игорь Михайлович. Не он. Кто не он? Показалось. Игорь Михайлович. Андрюх, все нормально? Не знаю. В офис едем. Да. Адик, как ты думаешь, босс сильно разозлится, если я захочу выйти из игры? Я бы на твоем месте ему таких вопросов не задавал. Ладно, походу, разберемся. С другой стороны, я же ему в рабство не продавался. Привет. Почему ты здесь? Я думал, ты выбираешь платье на вечер. Я никуда не поеду. Ты сегодня опять не ночевал дома. Если для тебя это такая проблема, может быть, я тоже перееду жить сюда. Что на этот раз не так? А что так? Ты выделяешь мне очень мало внимания. Я уже не понимаю, есть у меня муж или его нет. Жан, давай мы об этом позже поговорим. Сейчас будет добра езжать домой. Приведи себя в порядок. Это юбилей моего отца. Там будет много родственников. Вот поэтому я не хочу ехать, чтобы не портить ему настроение своим присутствием. Ты же помнишь, что было в прошлый раз? Мы просто друг друга неправильно поняли. А что я должна была правильно понять? Он назвал меня расчетливой и мракантильной стервой. Да, мой отец иногда бывает строгим, но это не значит, что он к тебе плохо относится. А почему ты все время его защищаешь? Я же твоя жена, ты должен быть на моей стороне, а тебе никогда нет дела до меня. Да, ты права, я плохой муж. Давай разведемся. Что, прости? Это все из-за нее? Из-за Нины, да? При чем здесь, Нина? Ты сама говоришь, что я плохой муж, что я уделяю тебе мало внимания, что гостиница для меня важнее, нежели ты. Прости, если для тебя действительно очень важно, чтобы мы появились вместе на юбилей твоего отца, я забуду все свои обиды, и тебе не придется за меня краснеть. В семь возле дома, да? Да. Я люблю чего-то. Я убежала. Как прекрасно сидеть. Ты все успеваешь? Да, нормально. Это хорошо. Лиз. Да? Как ты думаешь, Андрей мог заселиться в наш отель по чужим именам? Тебе опять показалось? Наша Грымза попросила меня отнести в химчистку грязный пиджак из номера. И я когда смотрела, осталось ли у него что-то, я кое-что нашла. Гиацинты? Нет, не гиацинты. Прости. Там была фотография, где я, мама, Андрей и дядя Сережа. И она сейчас у тебя? Нет. Я испугалась, убежала, а когда пришла, то ее не было. Да. Нин, может, тебе показалось? Давай я проверю, кто там. Я уже проверила. Ну и кто там живет? Не он. Что и следовало доказать. Так, пончик, хочешь? Хмлю тебе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. А можно мою карточку? Держи. Спасибо. Нина, можно тебя на минутку? Платон. Идем, идем, придемся. Я хочу обновить интерьер в гостинице и хочу начать с холла. Можно я покажу тебе несколько вариантов, а ты скажешь, какой тебе нравится больше всего? Я думаю, тебе нужно посоветоваться со своей женой. Нина, я не помню кто, но кто-то сказал, что архитектура это как застывшая музыка. Поэтому, как видишь, мне без тебя никак. Платон, мне нужно идти убирать. Меня сейчас будут ругать. Кто тебя будет ругать? Я здесь главный. Вы что-то хотели? Извините, что пришлось прервать вашу беседу, но у нас очень много гостей, очень много работы. Может быть, Виноградовым вы займетесь своими прямыми обязанностями? Наталья Ивановна, а в моей гостинице только одногурничная? Нет, конечно же нет, но все остальные горничные заняты, а номера Виноградовой... Можете убрать и вы. Пожалуйста. Я могу. Спасибо. Простите. Ну вот, теперь нам никто не помешает. Давай присядем. Присаживайся. Вот, есть несколько вариантов. Посмотри и скажи, какой тебе кажется более удачным. Вот этот. Почему? Красивый. Правда, деталей слишком много, но... Красивый. Воздуха не хватает, да? Да. А так... Все равно очень красиво. Вот как странно. А я ведь тоже выбрал именно его. Хороший вкус. Спасибо. Я пойду? Да, конечно, иди. Спасибо. Надеюсь, я чем-то помогла. А тебе большое спасибо. Ты мне очень помогла. День добрый. Реально добрый день, Андрюша. Твоя доля? Посмотри, все прошло хорошо. Все прошло, как я хотел. Заказчик доволен. Ну и после срыва сделки с Прагмитом... Фирма банкротилась. Что такое? Ты что-то хотел спросить? Да, хотел. Ну, спрашивай. Что нужно сделать, чтобы выйти из игры? Андрюша, это не добровольная опция. Но ты такой ценный сотрудник, я не могу тебя просто так отпустить. Я вам клянусь, что все, что я знаю, останется при мне. Я слово держать умею, вы это знаете. Я понимаю. Сколько ты хочешь? Дело не в день. А в чем? Просто хочу нормальной жизни. Давай договорюсь это. Ты мне этого не говорил, а я этого не слышал. И подумай об этом. Хорошенько подумай. Нормальной жизни он захотел. Ты понял? Что-то делаем. Игорек. Упокойно. Поехали. Рома, мой муж у тебя? Да, Жанна Олеговна. Предупредите его о вашем приходе? Нет, я хочу сделать сюрприз. Жанна Олеговна, а вас можно на минутку? У меня к вам личный разговор. Да, конечно. Пойдемте. Поговорили? Угу. Все-таки не послушал самого совета. Да, Виктор Николаевич. Хорошо. Да, хорошо, я понял. И что хотел? Встретиться. Будет уговаривать повлиять на тебя. Ты же понимаешь, что это бесполезно? Ну, допустим, да. Пока шефу на это не плевать. Ты думаешь, ты умный? Хочешь, значит, что было с теми, кто пошел ему наперекор. Да, я нет. Ладно. Если уговаривает, значит, ценит. А в этом случае можно еще побороться. Я, честно говоря, даже не знаю, стоит ли вам это говорить, но, по-моему, у вашего мужа наклевывается роман с новенькой. С Ниной? С Виноградовой. Сначала он с ней советуется по поводу ремонта в гостинице. А потом меня вообще отправил убирать ее номера. А как мой авторитет отношения подчиненных? Тварь. Я так и думала, что не просто так появилась в гостинице. Уволить ее? Нет, Платон мне этого точно не позволит сделать. Наталья Ивановна, дорогая, на вас вся надежда. Вы можете сделать так, чтобы из-за Нины гостиница понесла колоссальные убытки? Я не знаю. Просто если это произойдет, я смогу пожаловаться свекру. Ради своего детища он готов на многое. И тут даже Платон ей не поможет. Хорошо, я сделаю. Хорошо. Если мы избавимся от Нины, что угодно проси. Я ничего для тебя не пожалею. Так, я в магазин. Кому-то что-то взять? Мне хот-дог на углу возьми. Андрей? Нет, спасибо, я пас. Лукар, слушай, я у тебя кое-что спросить хотел. Ну? Ты же, получается, старожил, да? Есть немного. Скажи, ты знаешь, что случилось с пацаном, который возглавлял это все безобразие до меня? Костя пропал. Как пропал? Ну, вот так. Пропал и все. И не он один. И еще и жена его. Она тоже у нас работала. Иди, что с ним не случилось? Да откуда я знаю. Как всегда, пошел с работы домой и все, больше его никто не видел. Так, может, сбежали просто вдвоем? Нет. У них был пес Ротвеллер, Рамзес. И через три дня соседи выламывали дверь. Так он, бедняга, от голода скулил. Костя его как сына родного любил. Он бы его ни за что не оставил. Ну, и говорят, дома остались документы, деньги. А что ты вообще про Костю вспомнил? Да. Такое. Для общей информации. Так если надумал спрыгнуть, забудь. Здесь такие вещи не прокатываются. Поверь мне. Спасибо, что помогаешь мне. Ну, конечно. Если тебе наша Грымза в два раза больше номеров дает, чем остальным. Интересно, чем ты ее так насолила? Не знаю. Лиза, выйди, пожалуйста. Мне нужно поговорить с сестрой. Ну, и как тебе? Нравится у нас работать? Да. Это хорошо. Слушай, я тут подумала, раз уж ты здесь, может быть, мы поужинаем сегодня вечером, посидим, пообщаемся. Я не думаю, что это хорошая идея. Не, ну перестань. Я же прекрасно помню, сколько всего хорошего вы для нас с мамой сделали. И я тебе тоже хочу сделать что-нибудь приятное. Не стоит. Стоит. Смена у тебя заканчивается в 7, в 7.30 я жду тебя в ресторане. И ты же понимаешь, что нужно выглядеть соответствующим образом, потому что это приличная гостиница, а не забеголовка. До встречи. Что она от тебя хотела? Опозорить, наверное. Гадина. Ничего, я тебе в обиду не дам. Что? Успокойся. Сдайте. Пока я смешная. Она пригласила меня в ресторан, сказала, чтобы я оделась поприличнее. Ну, придумаем что-то, хорошо? Платье какое-то. На, давай убирать дальше. А, ладно. Привет, любимый. Ты сегодня утром опять убежал на работу и не успел поцеловать свою жену. А ты занят, да? Да, я работаю. Прости, я на минуточку. Не хочу долго тебя отвлекать. Дело в том, что я хочу устроить сегодня небольшой семейный ужин. Ты и я, Нина. Посидим все вместе, выпьем чего-нибудь. Ты не против? Извини, но я, наверное, пас. Но если ты хочешь посидеть вместе с Ниной, то посидите вдвоем, я закажу вам столик. Нет, Платоша, милая, так не пойдет. Нет, я вчера весь вечер сидела и улыбалась перед твоими родственниками и делала вид, что меня все устраивает. А ты не можешь уделить время моей единственной сестре. Неужели это так трудно? Во сколько ужин? В 19.30. Хорошо, я приеду. Прости, убегаю. До встречи. Владимир, ты представляешь, мой лучший хакер решил выйти из игры. Ты не в курсе, почему? Нет, не в курсе. А ты в курсе, за что я тебе плачу деньги? А? Чтобы я возил Андрея. Водил в городе навалом. Я хочу, чтобы ты знал, что у него в голове, чем он дышит, чем живет. И кто хочет его перекупить. Ты меня понял? Ну, ты? Должна. Слушай, Вадька, не зли меня. Чего свободен? Если ты действительно волнуешься об Андрее, ты поговори с ним. Убеди, чтобы он выбросил всю эту глупость из головы. Я понял. Будь здоров. Игорек, пойдем. Ты бы присмотрел за ними. Обоими. Лиз, ну ты что? Что значит взять платье постояльце? Я не буду, как тебе такое вообще в голову пришло. Да. Я буду, как бедная родственница Жанна. Но зато в своем. А с платьем это уже перебор. Давай, не мешай мне работать и сама иди. У тебя сколько номеров. Давай. Алло, Вадик, привет. Слушай, твоя помощь нужна в одном деле. Хорошо. Да, скоро будет. Виноградова, вот ты где. Зайди, пожалуйста, в 20.16. Там у постояльца есть к тебе вопросы. Ну, я сейчас номер доубираю. Сейчас же. Ладно. Я уверен в этом. Это будет выгодная сделка. Владимир Михайлович, Владимир Михайлович, я пыталась себя остановить. Извините. У нас неприятности. Пойдемте, пожалуйста. Я перезвоню. Никуда они, по вашему мнению, могли подеваться, если вы их не трогали. Не знаю. Я ничего никогда не выбрасываю без разрешения клиента. Вы даже не представляете, сколько нулей было на этой бумаге. Если потеряю заказчиков, я не знаю, что с вами сделаю. Понимаете? Ну, что у вас здесь происходит? А я вам сейчас объясню, что здесь происходит. Это ваша Нина. Она договор на полмиллиона зелени взяла и... Как вам такое нравится? Я, честно, ничего не трогала. Я просто просерла пыль и все. Я вам клянусь. А кто трогал? Кто имеет доступ к моему номеру? Никто. Ну, не знаю. У вас есть камеры наблюдения. В конце концов, можно посмотреть. Так, для начала давайте мы, наверное, успокоимся. Если ваши документы были в номере, мы обязательно их найдем. Наталья Ивановна, проверьте, пожалуйста, то место, куда мы складываем весь бумажный мусор наших гостей. Мои документы – это не мусор. Простите, пожалуйста, я просто неправильно выразился. Нина, пройдите, пожалуйста, со мной. Простите. Ну что, как ваш успех, Антон Леворова? Работаю, Платон Михайлович, как видите. Работаю, не покладая рук. Хорошо. Не переживай ты так, он тебя ничего не стягивает. О, смотрите. Кажется, нашла. Вот он. Ну, вот же ж. Как хорошо. Пойдем обратно нашу отпустителю. Спасибо. Обращайтесь. Да, Виктор Николаевич. Ну, конечно, пробил почву. Нет. Никто его никуда не сманивает и уходить не собирается. Хорошо, понял. Есть не сводить глаз. Ну, до связи. Нин, ты чего, уснула? А ну, давай, просыпайся. У тебя сегодня ужин с твоей любимой сестренкой. У меня еще туфли так натерли. А наша грымза, она вообще с цепи сорвалась. Она мне даже пообедать не дала. Ну, ничего. Зато уж вечером пошикуешь за чужой счет. Да, стыдно представить, как я буду шоковать. Смотри. Для Нины написано. А платье какое. Красотища. Это Андрей написал. Опять ты за свое? Да, я тебе говорю, это его почерк. Кто же еще мог его подарить? За кто угодно. Нет, это... Это он как-то узнал и прислал. Ну, красивая очень. Пошли, мерь. Привет. Илья, что ты здесь делаешь? Я пришел пригласить тебя на свидание. Прогуляемся? Илья, прости, но меня сегодня позвали на семейный ужин. Ниночка, а ты рассказывала, что у тебя есть парень. Ты знакомишь? Жанна и Илья, он не... Жанна, сестра Нина. Илья, очень приятно. Очень приятно. А раз уж вы здесь, может быть, вы поужинаете с нами? Нет, нет. Вы знаете, я лучше пойду. Об этом не может быть и речь. Вы знаете, Нина такая скрытная, она мне никогда ничего не рассказывает. А раз уж вы здесь, я хочу все знать. Где вы как познакомились, какие у вас планы на будущее. знал, что она у тебя именно здесь. Воду любишь? Да. Но больше дождь. Шеф тебя не отпустит. Я это уже понял. Теперь скажи, ты действительно ее любишь? Да. Тогда уезжай из города. Бери свою Нину, садись в первый попавшийся поезд и уезжайте отсюда. Денег на первое время хватит, а потом... Да не важно, что потом. Главное, чтобы это потом у тебя было, понимаешь? Спасибо. Удачи. Жада, мне кажется, тебе хватит. Нет, мне не хватит. Я хочу выпить еще и хочу, чтобы кто-нибудь сказал тост. Я могу сказать. О, я знаю, что ты можешь. Ну, можно ты скажи я? Пожалуйста. Кварь. Спасибо. Дорогая Нина и... Илья. Илья, да. Илья, пройти. Я желаю вам такого же счастья, которое соединило нас с Платоном. И такой же любви, как нашей маленькой крепкой семье. Правда, любимый? Ура! За нас с Платоном порез туда дна. Ура, 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 ура. Платон Михайлович, нужно с вами поговорить. Не сейчас. У нас форс-мажор, нужно ваше присутствие. Извините. Жаль. Очень жаль. Ну, такая что, друзья, когда у нас свадьба? Жан, хватит. Ну, что хватит? Ну, я очень рада, что ты, наконец-то, смогла забыть этого своего Андрея и, наконец-то, устроишь свою вечную жизнь. Что, это не так? Извините меня, но мне нужно подышать. А, это очень хорошая идея. Рада? Ну, хорошая парень, Джей. Ой, Нинка. Ты думаешь, я жалкая, да? Я не знаю. А вот ты хочешь узнать, что я сейчас чувствую? Нет. Вот я же люблю его, понимаешь? Люблю его по-настоящему. А ты мне ценишь, ты бегаешь со своим мандрюшей. Платон тебе не нужен. Жан, перестанем. Илья? О, Лиза. Привет, привет. А что ты тут делаешь? Ну, ты же сама мне посоветовала пригласить Нину на свидание. У нее сегодня оказался семейный ужин. Прости, пожалуйста, я забыла. Ну, чего? Кто это Жанна? И почему она себя так ведет? Ты познакомился с Жанной? Да. Я тебе не завидую. Бедная Нина. Я ей не завидую. А, ты сейчас куда? Домой. Можно я тебя провожу? Ты что, с ума сошла? А как же Нина? Что она подумает? Ну, я недалеко. Просто мне нужно немного прогуляться и привести голову в порядок. Потому что, если я сейчас останусь, то я за себя не ручаюсь. Ладно. Мне туда. Пошли. Да. Пойдем. Зачем ты появилась в моей жизни? Ты хочешь ее разрушить, да? Да ты сама несчастная и хочешь сделать меня несчастной. Тебе мало того, что мне пришлось пережить, когда я жила у вас? Мы к тебе как-то плохо относились? Да перестань. Я же знаю, что вы за спиной говорили, что мы нахлебники и неудачники. Не выдумывай. А вот кто сейчас неудачник? У меня есть муж. Гостиница. Я могу каждый день ходить по магазинам и обновлять гардероб. А вот ты. Ну, чего добилась ты? Андрей от тебя сбежал. Из филармонии выгнали. Да ты даже работу себе не смогла найти приличную. Ты прибежала к нам с Платоном на коленях. Разве не так? Еще раз извините, что пришлось вас оставить. Нина, все в порядке? Где Илья? А он пошел подышать. Хороший парень. Жанна, мы едем домой. Домой? Домой. Конечно, поехали домой. Домой. Поехали домой. Быстро, быстро, быстро. И, значит, в полной тишине дирижер вместо того, чтобы молча снять, он делает так. Хоба! Так и сказано. Во время концерта. Во время концерта. Хоба! И смех в зале, и все смеются, и вообще... А вот и мой дом. Как? Мне было так легко и приятно, что я совершенно забыл о времени. Что же нам делать? Что я Нине скажу? А не нужно ей ничего говорить. Я Нине все равно не нравлюсь. А она тебе? А я, кажется, совершенно влюбился в другую девушку. Билет на поезд купил уже? Ничего еще не решил, Вадик. Сначала нужно понять, правда ли у шефа такие длинные руки. Дело, конечно, твое. Ну смотри, чтоб там поздно не было. Вадик, где мой ноутбук? Наверное, в офисе. Ну, из отеля ты без него выходил. Развращу я машину. Я его в номере оставил. Ну, ты, Андрюха, даешь. Раньше за тобой такого не водилось. Пожалуйста, давай быстрее. Надо же, чтобы он в чужие руки попал. Я еду, еду. Доброе утро, Платон Михайлович. Нина Виноградова, она еще не приходила? Еще нет. Слушай, когда появится, передай, чтобы зашла ко мне в кабинет. Хорошо. Платон. Привет. Привет. Я тебя как раз искал. Я тоже хотела сказать, что я увольняюсь. Слушай, давай пройдемся. Что такое? Я же знаю, тебе нужна работа. Нужна, но я так не могу. Жанна меня в покое не оставит. И вам не нужен такой проблемный работник, как я. Слушай, это моя гостиница. И мне здесь решать, какой мне работник нужен, какой нет. А Жанна твоя жена. Я не могу вставать между вами. Хорошо, давай поступим так. Ты будешь здесь работать, но параллельно будешь искать себе новое место. Как только ты его найдешь, я обещаю, я не стану тебя останавливать. Спасибо. За все. Что ты делаешь? Миноградова, срочная уборка в номере 30-10 А, это... Давай, 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 в темпе, там заселяется через 20 минут Ладно Быстро, быстро Так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошу прощения Вы знаете, мне очень интересно, а чем я вам так не угодил, что вы решили затопить гостиницу из моего номера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте Нина? Ты чего такая сонная? Как прошел вчерашний ужин? Не спрашивай Опять Жанна что-то натворила? Я же вижу, у тебя лица нет Да у меня со вчерашнего вечера все из рук валится Вообще ничего делать не могу Так, стой Тебе нужно переключиться Развейся, отдохни Посмотри на счастливых людей Мне бы на свое счастье посмотреть Так, прядь свою тарантайку, придевайся и иди Лиз, мы на работе Я тебя прикрою, иди Ты серьезно? Давай, пока я добренькая Давай Ну как, Наталья Ивановна, у нас есть новости? Вы придумали, как мы можем уволить Нину со скандалом? Ничего у нас не выйдет Не по зубам нам, Линократова Что значит не по зубам? Или вы хотите сказать, что вам легкие деньги не нужны? Да ну почему здесь деньги? Я боюсь Что все это вылезет И меня выгонят из гостиницы Сволчьим билетом А вас и так могут выгнать из гостиницы Стоит мне только сделать вот так Зря вы так, Жанна Олеговна Я же за вас Всей душой в огонь и в воду Что-то я этого не заметила Знаете, честно говоря Я думаю, вам тоже стоит оставить Нину в покое Вы знаете, вы много думаете Делать надо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Всех было у нас хорошо Пока я не совершил Одну глупость И она ушла Тогда я думал Господи, какие проблемы-то Я надо у меня Стал крутить любой соседей подряд Меня лапы перчатки Пока не понял Одну простую истину Какую? Во всех этих девушках Я искал только ее И не находил Ты пробовал с ней помириться? Удохнул, что ты Сейчас в ней все хорошо Муж, два детей Думаешь, я могу потерять Нину? Я думаю, что я должен пойти к ней Все объяснить Успокойся Потому что Ты же я точно знаю Те, кого ты любишь Не должны проливать слез Поехали Уверен? Бадик, я сказал, поехали Смотри Бадик, стой Бадик, стой Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты уехал? Ты же обещал, что всегда будешь рядом Я думал, что так будет лучше А ты изменился Я скучу Знаешь, я часто представляла, как мы с тобой встретимся Придумывая разные фразы Сейчас все забыла Просто посидим Это я и виновата, да? Если бы я тогда не послушалась тети Иру Если бы я тебя не оттолкнула Мы бы не потеряли столько времени зря Прости Ты прости Что такое? Я должен найти Андрей Береги себя Андрей Андрей, подожди Ты можешь остановиться? Нин Отпусти меня Так надо Андрей Я не могу тебя снова потерять Мы не можем больше видеться Прости Андрей Андрей Андрей, ты можешь никуда не уезжать Андрей Ну, чё ж ты грустный такой? Как прошла первая встреча? Не надо было ей показываться Брат Она всё это время страдала Теперь ещё больше будет Я ей больно очень сделал Привет Готова бороться с депрессией лишними килограммами? Да, проходи Это твой любимый торт Между прочим Так Садись Мне нужно с тобой поговорить Илья сделал мне предложение Нин Я не хочу себя чувствовать предательницей Если он тебе нравится Я скажу ему нет Ты же моя лучшая подруга Это же прекрасно Правда? Лиз Боже Ты выходишь замуж Подожди, ты серьёзно? Да всё хорошо Он хоть знает, как ему с тобой повезло Я не знаю А платье придумал уже Лиз Вадим Виктор Николаевич Что ты? Испугался, что ли? Нет А зря Слышь, Вадим Мне кажется, ты меня Не совсем правильно понял В отношении Андрея Я тебя что просил Что ты с ним как-то поговорил И Чтобы он не наделал Никаких глупостей На, ты что? Привет Ты знаешь, Вадим Я бы очень не хотел Чтобы наши с тобой Отношения Изменились кардинально Так я тоже Я пойду Тут рано вставать Буду здоров Заигрался, Вадим Немножко Виноградова Твое стремление работать похвально, конечно Но я не поняла Это что такое Где униформа, где тележка Простите, я Мне это не интересно Просто убери, пожалуйста, номер Подготовь его к заселению К какому заселению? Тут же был постоялец Сегодня ночью съехал Все, давай, давай, давай Быстро Твоя работа сама себя не сделает Не ищи меня Так будет лучше Рома Слушай, а можешь дать номер мужчине Который выселился из номера 2014? Это еще зачем? А он часы забыл Я хочу их ему отдать Так отдай старшей горничной Она сама решит, что с ними сделать Просто понимаешь Если она их ему вернет Он ее благодарить будет А не меня А мне сейчас действительно Очень деньги нужны Ай, Виноградова Мне точно скоро будет из-за тебя Спасибо Да, так будет хорошо Вы свободны Что тут происходит? Идем Подожди, интересно же Нина Можно тебя на минутку? Сыграй, пожалуйста, что-нибудь Мне нужно услышать инструмент И убедиться, что с ним все в порядке Прошу Чистый, прекрасный звук Я рад, что тебе нравится Это пианино я купил для тебя Это лишнее Нина Но мы же с тобой прекрасно понимаем Что человек с твоим талантом Не может быть просто горничной Это неправильно Я хочу предложить тебе Взаимовыгодную сделку Хочу попросить тебя Играть для моих гостей С одной стороны Ты будешь заниматься Любимым делом А с другой стороны Мой отель будет Единственным в городе Где играет живая классическая музыка Поверь Желающих снять у меня номер Не будет отбоя Подумай Я вчера разговаривал с шефом Он все знает Все Похоже, принял решение Ну а ты Решил, что будешь делать дальше? Батик, я не знаю Я за себя не боюсь А если с Ниной что-то случится Я сам себе не прощу Я прошу прощения А что здесь происходит? Теперь в нашем отеле Будет звучать Живая классическая музыка Какая прелесть А давно ты стал Ценителем классики? Я всегда ее любил А ты что становилась? Играй, сестренка, играй Сделаем вид, что мы забыли Где у меня сидит твое музыцирование Мало того, что ты мне дома Прохода не давала Так еще и здесь Платоша подсуетился И купил тебе пианино Я пойду Выполнять свои обязанности Теперь это ее обязанности Зачем ты меня унижаешь? Что плохого я тебе сделаю? Ну мы так и будем второго предшествия ждать? Лука Ничего это не даст Здесь какая-то странная кодировка Нужен ключ Так может ты займешься этим? Так, вот что мы сделали Тихо Да, Виктор Николаевич Хорошо, скоро буду Ко мне чем заниматься? В косинку поиграю Прости Нет, я правда понимаю Что с появлением Нины В твоей душе Вспыхнула искорка детского чувства к ней И вы забыли Что вы не влюбленные школьники Как раньше А у вас у каждого есть Взрослая личная жизнь Я же не слепа Я все вижу Это не то, о чем ты подумала Платон, я твоя жена И я знаю тебя лучше Чем ты даже можешь себе представить Может ты забыл? Как клялся мне быть верным В горе и в радости Ну вот я все помню И для меня это не простые слова Я до сих пор верю в это клятво Я просто Купил пианино Нет, ты не просто купил пианино Ты купил пианино для нее И весь отель шушукается Об этом у меня за спиной Ты же прекрасно знаешь Что Нина, она окончила Музыкальное училище И она не должна просто Работать горничной Я думал, тебе будет приятно Что я позаботился о твоей сестре Вот только не надо говорить Что покупая пианино для нее Ты прежде всего думал обо мне Можешь верить, можешь не верить Но это именно так А тебе прости, но мне надо работать Впрочем, как всегда Андрюша, ты срываешь мне все строки Клиенты недовольны Объясняю, пожалуйста Что с тобой происходит? Я просто устал Просто устал? Да Почему же ты мне раньше что-то сказал? Ну я и тоже человек У меня тоже есть чувства Может потому что я не хочу Повторить судьбу Костика Проболтались, да? Проболтались? Дружок, ты ничего не знаешь? И вот на твою часть Виктор Николаевич, давайте на чистоту Давай на чистоту Если вы боитесь, что я вас сдам Зря Я во все это замаран Не меньше вашего Согласен Поэтому предлагаю Оставить все как есть И к этому разговору больше не возвращаться Насчет работы я вас услышал Все замечания учту Это больше не повторится Хорошо? Оставить все как есть? Да Андрюша, а ты мне нравишься Ты знаешь, я вообще отхочу Все мои жены говорят, что я очень долго сдавал Только, Андрюша Злоупотребляемая доброта Я могу идти? Здоров Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Жанна Олеговна Извините Только не делай, что я тебе не нравлюсь Я же вижу, как ты на меня смотришь Да Очень красивая женщина Рома, а где у тебя здесь скотч? Скотч где? Там Платон Платон, подожди Выслушай меня, пожалуйста Платон Ну остановись, пожалуйста Да что, Платон? Что, Платон? Ну, теперь надеюсь Ты понимаешь, что я чувствовала все это время? Это все, что ты хочешь мне сказать? Что ты думал, я буду оправдываться перед тобой? Ну, в твоем положении это более логично Но ты же не оправдывался передо мной из-за Нины Когда она появилась в нашем отеле Ты только и делал, что унижал меня И давал к поводу сплетничать о нас Это не так Тебе было наплевать на мои чувства Так почему тебя удивляет то, что я решила отплатить тебе тем же? А знаешь, это даже очень хорошо, что так получилось Теперь я с чистой совестью могу подать на развод Я этого не допущу Это мы еще посмотрим Лиза, что такое? О чем ты думаешь? А что, если Нина сказала, что не любит тебя только ради нашего с тобой счастья? Присядь Мне кажется, я Нине никогда особо не нравился Но как же так? Ты умный, образованный и очень нежный У тебя замечательные отношения с мамой А значит, ты будешь хорошим отцом И мужем Но не со мной В смысле? Ильяна, нам нужно расстаться Почему? Потому что я не могу устроить свое счастье на несчастье подруги Не важно, что я к тебе чувствую Мне нет и нужнее Я... Здрасте Что, уже убрали? Убрали Сядь, у меня теперь разговор Наташа, нужно сделать так, чтобы Нина Боялась даже посмотреть в сторону моего мужа или нашего отеля Вы предлагаете ее побить? Я даже в школе не дралась Значит, нужно найти человека, который сможет ей объяснить, что разрушать чужие семьи очень нехорошо Нашина Олеговна Где же она, это такое, у человека? У меня среди знакомых криминала нет Наташа, это твои проблемы Но человека ты мне найдешь Если, конечно, не хочешь, чтобы Платон узнал, что ты пыталась выжать его любовницу из отеля Ниночка, здравствуйте Нам нужно с вами поговорить Это касается Андрея А вы с ним знакомы? Да, мы вместе работаем Мы друзья Прошу вас, вот моя машина Да, прошу А что-то случилось? Нет, ничего, все, все хорошо Ну, прошу, прошу Прошу Игорек, не пугай, не вот Та-та-ра-та-та Вот Вот И я упала в воду, он меня спас Представляете? По правде мы с Андреем многое пережили Не знаю, как я буду без него жить Ниночка, я, кажется, понимаю, почему Андрей совершенно потерял из-за вас голову Вы просто прелесть Спасибо Простите, но, к сожалению, мне уже пора Вы не волнуйтесь, я вас подвяжу Нет, нет, не стоит, не удруждайтесь Я тут рядом живу, так что я дойду Ну, прошу Представляю, как Андрей удивится, если я расскажу, с кем познакомилась Ниночка, знаете, я не хотел бы, чтобы Андрей подумал, что мы плетем паутину за его спиной Давайте пока ему ничего не скажем Но тогда зачем вы... Дело в том, что Андрей для меня как родной сын Для меня очень важно, кто будет с Невряном Надеюсь, теперь вы спокойны? Теперь абсолютно Сейчас я... Не беспокойтесь, я рассчитаюсь Спасибо И это... Вы там берегите его, хорошо? Буду беречь, как зеницу, ок До свидания Все хорошо И вам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Платош, ну хватит, а? Ну, давай мириться Ну, ты же прекрасно понимаешь, что у меня с этим мальчиком ничего не было и быть не могло Ну, если бы я хотела тебе изменить, я бы это сделала где-нибудь подальше от отеля Мне кажется, мы вчера уже все выяснили Ну, ты же не серьезно говорила про развод? Ну, мы же не станем с тобой разводиться просто потому, что я хотела тебя позлеть Ну, да, я перегнула палку Я поняла Ты всегда хотела избавиться от меня И искал повод Я как дура тебе его дала Латуш, пожалуйста, я тебя очень прошу Давай не рубить с горяча, давай ты сегодня придешь домой Я приготовлю ужин, мы откроем вино, поговорим с тобой Я не вернусь в дом, пока ты оттуда не седешь Выходит, ты уже все решил И, как всегда, сделал это сам Я пришлю завещание Андрей, ну возьми трубку Тебе шеф звонил? Нет, а что? Симон намекнул, что не видит особой трагедии Если ты наладишь личную жизнь, заведешь себе девушку Он мне это разрешает Ой, Андрюх, ну не ерничай Ты же сам без него своей жизни не можешь Тебе карта в руки Объясни, что искать в любви ей Будете жить долго и счастливо Я теперь сам не знаю Чего ты не знаешь? Понимаешь Предложение хорошее Но как-то он легко уступил На него это не похоже Кстати, откуда он знает про Мину? Ты на меня не смотри Я могила Ладно, куда? На набережную Встреча нарисовалась по прогниту Помощь нужна? Не знаю Походу посмотрим Ты не против, что я присяду? Да, садись, конечно Я развожусь с Жанной Почему? Потому что я ее не люблю Это из-за меня? Платон Ты же знаешь, что я чувствую к Андрею Ты до сих пор его любишь? Да Но ведь он тебя бросил Да, он меня бросил А я все равно его люблю Прости меня, пожалуйста, за этот вопрос Но скажи мне Чем он лучше меня? Он мне лучше тебя Просто другой Это все Платон Ты прекрасный человек Хороший друг для меня Ну, давай оставим все как есть Хорошо? Прости Ты нужна человека? Кажется, да Это хорошо Вот Передай это ему И скажи, что это только задаток Я хочу, чтобы он ее уничтожил И я очень на тебя рассчитываю Ты все поняла? Да, кажется Красота Так Андрей, привет Поздравляю тебя с днем рождения Давай встретимся На нашем месте На причале А не с лишней Твоей любимой Буду ждать Ты уверен, что он придет? Может, все наладилось? Вряд ли У него голос был реально напуган Ну Что там, что там? А, это Мили А, ну, ну, ну Пирожки? Ух ты У вас серьезные отношения, ребята Смешно, да? Угу Я буду в машине Привет Привет Зря я с вами связался Мне кажется Мне кажется, они что-то подозревают Начальство копает под меня Ну, объясни, что происходит Чему я могу помочь? Слушай, я тебе еще раз говорю Если ты не расколешься Тебе никто не подкопается Ты не мог засветиться Я нигде не наследил Я думаю, это просто проверка Главное, не паникуй Иначе сам спалишься Может быть Но, с другой стороны Если я не узнаю, что это я вам дал коды доступа Мне не жить И на что ты намекаешь? Я хочу уехать туда, где меня никто не найдет А мне для этого нужны деньги Много денег Угу Хорошо, я подумаю, чем я могу помочь Это все? Хорошо Тебе еще раз говорю Не паникуй Решил просто деньгами на окна Давай Давай Принимаю Как же прошло? Я думал, будет хуже Поехали Пирожки? Вадик Да, пирожки Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Не правда ли прекрасный вечер, а вы одна и скучаете? Я не скучаю, я кое-кого жду. Может быть, меня? Не вас. И вы уверены? Уверена. Я жду своего молодого человека. Надо же. Я даже завидуюсь этим отношениям. Вы знаете, я, наверное, пойду. Подождите, а как же этот человек, которого вы ждете? Я его столько лет жду и еще подожду. До свидания. Пока. Ну и долго подсмотреть за ним будешь. Смотри, Андреха, уведут из-под носа. Всю жизнь жалеть будешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О чем? Давай. Вазик, двигай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну что? Добегался, а? Что ты хочешь от меня? Поговорить? Кто заказал прогмив? Я не знаю! Неправильный ответ. А ну пошли вон отсюда! А то я сейчас в полицию вызову. Трогай. Ну ты красава. Я думал завалить тебя. А что беспокоиться? Слушай, кто это? Что я хотел вообще? Прогмитые нас заказали. Системный сволочь сдал нас. А шеф спрашивал? Я что спрашивал? А я что? А я что, что жить надоело? Так правильно, молодец. Классный день рождения получается, да? А что весело было бы? Две одинаковых даты на ноги, да? Так, ладно. Ади-ка мы куда? Сейчас узнаешь. Спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok Ты уверен, что это правильно? Вот сейчас узнаем. Давай, давай. Привет. Привет. Ты все-таки пришел? Да. Проходи. Очень вкусно. Как у мамы. Не старалась. Останешься? Ты этого хочешь? Ты же ничего по мне не знаешь. Если я расскажу тебе о своем прошлом, ты можешь с вами меня прогнать. Ни за что. Кто это? Я не знаю, сиди. Разберывай. Держи. Все окей? Я твой должник. Конечно. Ладно, давай. Не подключай. Андрей, кто это был? Ну что, Нин, давай праздновать. Не важно. Главное, что мечты сбываются. Ты же хотела отметить вместе день рождения? Хотела. Тут есть торт. Это же та, которую я чинил, да? Да. Это единственное, что я забрала из покрова. Почему ты уехала? Мама завещала все в тете Ире. И дома, и все. Это бред какой-то. Да, и не в этом смысл. Просто всех людей, которых я любила, я потеряла. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Знаешь, мне кажется, я наконец-то счастлива. Привет. Мне сказали, что меня кто-то искал. Лиза, это я попросил тебя найти. Илья, я же на работе. Иди сюда. Это тебе. Илья, неужели ты не понимаешь, что делаешь этим? Мне больно. Лиза, я хочу с тобой помириться. А мама сказала, что вы, девушки, вы любите мягкие игрушки и цветы. Так и есть. Так что иди к Нине и дари это ей. Ну, я не хочу ничего дарить Нине. Я купил это тебе. Илья, мы с тобой все обсудили. Ты нужен Нине. А я не могу себя чувствовать счастливой, зная, что моя подруга страдает. Я уступаю тебя ей. Лиза, я не вещь, я не мягкая игрушка, чтобы за меня можно было решать и дарить. Тише. Я тоже человек, и у меня есть чувства. Илья. Если я тебе не нужен, я... Я уйду. Но я не пойду никакой Нине. Потому что... Потому что она мне не нужна. Лиза, мне никто, кроме тебя, не нужен. Я хочу извиниться перед тобой. Прости, что сбежал тогда. И что оставил тебя одну. Прости, что избегал тебя все эти годы. Прости за геоцентр. Нет. Шучу. Андрей. Это все в прошлом. Ты ходишь за меня. Да. 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 Вадимчик, а ты уверен, что речь идет именно о прагмите? Ну, так сказал Андрей. А ты уверен, что он нас не выдал? Какой смысл? Уже первого брохнут. Не факт. Специалисты такого класса вряд ли могут грохнуть. А вот переманить могут. Виктор Николаевич, я за Андрея отвечаю. Ты лучше за себя отвечай. А за Андрюши присмотри. И за этой девочкой тоже. Не нравится мне эта нина. Как-то не вовремя она в жизни Андрея образовалась. Ну, будь здоров. Это после этого, хоть скажи, что он нас не выдал. Не надо мне ничего рассказывать. Он подписал себе смертный приговор. И чтобы вы понимали... Бог идет прямо. Ух, нет. ote Всех? Ну, Андрей, так точно. Только по-тихому, как ты это умеешь делать. Баба. Ну, ты же знаешь этих женщин. Начнут милицию на уши поднимать. Зачем нам эти проблемы? Вадим. А вот суть его не спеши. Он ему еще пригодится. Кто тебе здесь так грязно? Ну, прибрал бы, что ли? Ну, что случилось? Ну, и скажи мне, Андрюха, зачем ты шефа киллера заказал? Что? Покушение сегодня было. Чудом выжил. Что ты смотришь, ты это или не ты? Да я что, с ума сошел? У меня своих проблем нет. Черт, кто ж тогда? А кто угодно. Тот же прогмит. Или те, кого мы раньше щипали. Да какая разница, кто? Шеф, думай, ты. И что теперь? За вещание пиши. Ты знаешь, как Николай, это часть. Тихо и бесследно исчезают люди. А что с Ниной делать? Ей тоже приговор подписан. Поехали. Наталья Ивановна, вас ожидают. Добрый день. Вы ко мне? Наталья Ивановна, к миссцу. Да. Где расписаться? Вы кто? Ой, доброе утро, Ник. Откуда вы знаете, как меня зовут? Меня зовут Вадим. Я друг Андрея. Вы, главное, не волнуйтесь. Я вот сейчас завтрак вам готовлю. А где Андрей? Он поехал по делам, а меня попросил за вами присмотреть в качестве телохранителя. А я на работу сейчас пойду? Мне телохранитель не нужен. Нина, сейчас позавтракаете. Я вас отвезу. Андрей в очках ходит или без? В очках. Нина, давайте так. Вы сейчас позавтракаете, придете все в порядок, а я вас жду в машине. Ладно. Простите. Виктор Николаевич. Ты что здесь делаешь? Простите, я не смогла его остановить. Нам нужно поговорить. Это важно. Ирочка, будь добра, выйди и плотно закрой дверь. Если будешь подслушивать, отшлепаю. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты сюда не приходил. Ты же знаешь, чем это может для меня закончиться? Я понимаю. Но это касается жизни и смерти. Садись. Рассказывай. Ну? В общем, наверное, нужно было вам сразу рассказать о том, что на меня вышел человек по заказу пробмита. Наверное, нужно было. Я не думал, что они займутся этим серьезно. Тем более, в лицо они никого, кроме меня, не знают. Ни для вас, ни для ребят опасности не было. Да. А ты уверен, что ты не сболтнул ничего лишнего о нашей фирме? Конечно, нет. Я бы ни за что вас не сдал. Я помню, сколько вы до меня сделали. Тем более, если они начнут копать, то я первым сяду. Ну, допустим, я тебе верю. Ну, а сюда ты зачем прибежал? Я подумал, что если они вышли на меня через встречу с их системным, а по-другому быть не могло, то они могли проследить за мной дальше и... И выйти на меня. Тогда еще более глупая мысль прийти сюда. Может быть, но офис большой, и... так быстро здесь никого не вычислишь. Очень может быть. Ладно. Простите за беспокойство. Я просто должен был вас предупредить. Спасибо. Виктор Николаевич, я не знаю, как доказать вам свою преданность, но я никогда ничего не замышлял и не делал у вас за спиной. Игорек, Андрюша нашего пока не трогай. Мне нужны факты, что это именно он меня заказал. Ладышки. Ну что, у нас получилось? Вот. Что это? Это принес киллер. На фото, которое вы мне дали, была эта машина. Он, видимо, решил, что это машина Нины. И что? Вы что-то правда не понимаете. Если у нас чуть не погиб, совершенно невинный человек. Наташа, что с Ниной? Я не знаю и знать не хочу. Все, я умываю руки. Кто тебе позволит это сделать? Мне нужно, чтобы Нина исчезла. Это ваши проблемы. А меня оставьте, пожалуйста, в покое. Я не хочу пойти как соучастник. Вот как ты заговорила. Ты об этом пожалеешь. Можно? Привет. Ты все еще злишься, да? Что ты хочешь от меня? Поверь, я уже сто раз пожалела о том, что сделала. Интересно, а как бы далеко вы зашли, если бы мне не понадобился скотч? Да никуда бы мы не зашли, Платон. Ну неужели ты не понимаешь? Мне никто, кроме тебя, не нужен. Прости меня, пожалуйста. Ну что мне сделать, чтобы ты простил? Не хочешь, я на кольце встану? Перестань. Что за цирк встанет? Дай мне, пожалуйста, еще один шанс. Я клянусь, ты не пожалеешь. Я буду ждать тебя дома. Каждую минуту, каждую ночь. Когда будешь готов просить меня, приходи. Я подумаю. Прости, я не знаю, имею ли я право просить у тебя что-либо. Ты можешь уволить старшую горничную? Она нахамила мне при постояльцах. Хотя я понимаю, что я в этом отеле не хочу. Хорошо, я разберусь. Спасибо. Вы так и будете за мной ходить? Боюсь, что да. Вадим, я, конечно, понимаю, что вы друг Андрея и просил вас за мной приглядеть, но на работе со мной все будет хорошо. Я бы не был так в этом уверен. Там вход только для персонала. Вам туда нельзя. Ну, показывай, что у тебя здесь. О, Виктор Николаевич, он помялся на вопросы, не хотел отвечать. Помялся? Ну, да. Да он у тебя попросту сдох. Это нет. Нормально. Я не хотел. Ничего личного. Я просто делал свою работу. У вас заказала одна баба. Какая баба? Я не знаю. Она работает в гостинице в центре на Пушкинской. Нина, что ли? Да. Нина. Сдал нас все-таки, Андрюша. С потрохами сдал. Ну, а что будем с ними делать? А что делать, Игорек? Мочить, как обычно. И прибери здесь, наконец. Что такое? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вызывали Платон Михайловича? Проходите, садитесь. Наталья Ивановна, вы меня хорошо знаете. Я не привык к любви с плеча, но, с другой стороны, с людьми, которые подставляют репутацию отеля, я расстаюсь быстро и без сожаления. Я знаю, Платон Михайлович. На вас поступила жалоба. От Жанны Олеговны? Это имеет значение? К сожалению, да. Правда, я не хотела вас во все это втягивать, но раз Жанна Олеговна решила клеветать меня в ваших глазах, я имею право на защиту, правда. Конечно, я вас слушаю. Вы, конечно, в курсе, что Нина и ваша жена друг друга не долюбливают. Когда Виноградова впервые появилась в отеле, Жанна Олеговна решила от нее избавиться. А при чем здесь вы? Ну, мне она прикасала притираться к ней, нагружать дополнительной работой, и Нина не выдержит напряжения и сама от нас бежит. Но когда это не вышло, Жанна Олеговна придумала затопить один из номеров на третьем этаже, а обвинить во всем Нину. Она была уверена, что если она несет в урон отеля, вы сами ее уволите. Да, это очень похоже на Жанну, только я не понимаю, при чем здесь вы? Я отказалась помогать вашей жене убить Нина. Что вы сейчас сказали? Жанна Олеговна мне приказала найти человека, который избавится от Нины, и заплатить ему. На фото, которое ему передали, мне насадилась какая-то машина, и в результате машина взорвалась. С Ниной, слава богу, все в порядке. Мог погибнуть посторонний человек. Я не понимаю, что я не должна была этого делать. Жанна Олеговна меня угрожала, вы бы мне все равно не поверили. Вот. Возьмите. Вы можете идти, Инна Тарайвановна. Спасибо. Жанна, ты еще в отеле? Зайди ко мне в кабинет. Ты что, варяешься? Ну, можно и так сказать. А босс знает? Это хочешь рассказать? На место мое ныть же. Ну, попробуй. Только я бы не советовал. Угрожаешь? Подружески предупреждаю. Пацаны, вы хоть представляете, в какое дерьмо мы с вами вляпались? Ну, зато платят хорошо. Да, платят хорошо. Пока ты нужен. Ладно, это ваша жизнь, вам решать. Но я наигрался. Приятно было поработать. Удачи. Ну, что, звонить боссу, поговорите? Завтра позвоним, скажем, что не увидели. Да. Все было совершенно не так. Я тебе сейчас все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Все. Я не хочу больше тебя не слышать и не видеть. Тебя для меня больше нет. Ты должна исчезнуть из моей жизни. Из моего отеля, из моего дома. Если ты не сделаешь этого сама, я тебе помогу. Ты не сможешь со мной так поступить. Я все сказал. Вот как ты заговорил. А ты не боишься, что если я исчезну, ты очень сильно об этом пожалеешь? Если с Ниной что-нибудь случится, если хоть один волосок упадет с ее головы, я найду тебя. И это ты очень сильно об этом пожалеешь. Ты поняла меня? Спасибо. Да, Дрюх. Хорошо, деду. Ну и что, ты добилась, чего хотела? Что происходит? Да, ты мне, сестренька, объясни, что происходит. Ты зачем вылезла между мной и Платоном? Ты все равно никогда его не любила. Жанна, я и Платон. Нет никаких ты и Платон. Есть мой муж и моя двоюродная сестра, которая решила увезти его из семьи. Что? Не надо прикидываться невинной овечкой. Все все видят. Что видят, Жанна? Все в гостинице знают, что ты любовница моего мужа. Так, все, хватит. Я не могу больше терпеть этот цирк. Подпиши мое заявление об увольнении. Нина. Нина. Нина, как хорошо, что ты пришла. Я как раз собирался с тобой поговорить. Почему? Неужели тебе так плохо работает самая мотель? Что тебя не устраивает? Я все исправлю. Да, меня все устраивает. Кроме одного. Я не хочу стать причиной вашего развода с Жанной. Это тебе Жанна сказала? Да какая разница? Платон, отпусти меня. Я не могу. Я не могу тебя отпустить. Ты это прекрасно знаешь. Я столько лет пытался тебя забыть. Я делал вид, что я разлюбил тебя. Платон, до того, как я снова появилась в твоей жизни, у тебя была Жанна. И у вас была счастливая семья. Никогда, никакой счастливой семьи не было. Я искал Жанна тебя. Мне ничего не получилось. Только тебя. Я все равно буду тебя любить. Ты, главное, помни об этом. И когда тебе будет плохо, просто набери мой номер. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я же понимала, что он никогда меня не любил. Еще надеялась на что-то. Вот ты мне скажи. Нина лучше, чем я? Красивее? Умнее тоже вряд ли. Зачем тогда замуж за него пошла? Если знала, что он тебя не любит. Ну, во-первых, он мне нравился еще со школы. А во-вторых, да я, наверное, просто устала от нищеты. Еще с детства. Так ты замуж по расчету вышла? Да. Получается, да. Но я всегда была ему верной женой. И если бы не Нина, все было бы хорошо. А где ты живешь? А тебе зачем? Ну, как-то зачем. После скандала с Платоном мне все равно ничего не светит. Мне же нужно где-то жить. Я поживу у тебя. Заведу полезные знакомства в городе. И смотрюсь. А у меня спросить, нужна мне квартирантка или нет, тебе в голову не пришло? Ну, я думала, для тебя это честь. Честь? Честь это с женой босса по подсобкам зажиматься. Ты серьезно? А что? Тут тебе и экстрим, и финансовое вливание, возможность карьерного роста. Ну, а сейчас? Что в тебе сейчас привлекательного? Или ты думаешь, если ты вся из себя такая, то что, влюбился, что ли? Да у меня таких, как ты, некоторые и покрасивше будут. Какая же ты тварь неблагодарная. Жан, подожди. Счет оплати. У меня бабла нет. Тебе хватит. Добрый день. Здравствуйте. А у вас есть с вишней? Да. А можно один, пожалуйста? Сейчас, секундочку. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Хорошего дня. Приятного аппетита. Прогадался, как волк. Привет. Привет. Как дела? Сейчас будет лучше. Поехали. Куда? Далеко-далеко. Мы что, уезжаем? Да. А, мои вещи. Уже в багажнике. Паша. Ты же больше не будешь? Далеко-далеко-далеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-dалеко-d Чё там? Хвост. Ты похожа на ту. Это сожраца. Ты что, первый день на работе? Где мне перевыскать? Ты понимаешь, если этот парень откроет рот, всему нашему бизнесу. А что бизнесу, всем нам придёт конец. Я его найду. Найдёт он, искатель. Ладно. Я знаю, как его найти. Как? Да есть одна мыслишка. Ну, если ты опять облажаешься, сам за всех будешь отвечать. Поехали. Нин, просыпайся. Приехали. Это покров. Прошу, приехали. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Да не за что. Ты уверен, что из вас никто не найдет? Ну, пару дней отсидимся там, посмотрим. Давай. Вадик, а если шеф узнает, что это ты помог? Вы хочешь? Не в первый раз. И кстати, если что, я тебе сам буду звонить. Понял, ладно. Еще раз спасибо. Да нормально все. Вадим уже уехал? Уехал. Что ты делаешь? Андрей, отпусти меня. Андрей, отпусти меня. Спасибо тебе большое, что ты у меня сюда принесла. Не с ума сойти. Это живой велосипед. Да. Он еще живой. Девушка, вас прокатите. Вот это уже было слишком. Вот это уже еще. Сюда иди. Попалась? Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка. Здравствуйте. Сюда иди. Сюда иди. Что ты делаешь? Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Андрей, от кого мы убегали? Ты правда хочешь об этом сейчас говорить? Я хочу знать правду. Хорошо. Хорошо, но пообещай мне, что когда ты узнаешь всю правду, если тебе станет противно быть со мной, ты мне скажешь. Ты кого-то убил? Нет, до этого не дошло. Я был хакером, высококлассным хакером. И чтобы заказать мои услуги, нужно было иметь очень много денег. И что ты делал? Уничтожал конкурентов моих заказчиков. И делал так, чтобы они больше никогда не могли подняться. Да зачем? Я когда потерял тебя, погибли родители, как будто разочаровался в жизни. Мне было абсолютно все равно, чем заниматься. Только бы убежать от себя. Прости. Ничего. Извини. Здравствуй, мама. Здравствуйте, Сережа. Если бы вы знали, как нам вас не хватает. Как ты думаешь, кто их убил? Не знаю. Я очень хотел бы узнать. Все так по-другому. Не хватает твоего совета. Не хватает твоего совета. Не страшно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь него. Как ты и просил. Как ты и просил. Мне холодно. Мне холодно. Знаешь, как сильно я тебя люблю. Я тебя тоже. Помнишь, мы когда с отцом только переехали? Все считали, что я сумасшедший. Ты просто себя странно вела. Да. И ты в меня поверила. Мне когда становилось трудно, я вспомнил тебя. Твои глаза. Волосы. Волос. Мне становилось легче. Сirez. Волосы. Волос. И. Волос. Сейчас сюда придет Вадим Я думаю, он знает, где Андрей Проследи за ним Хорошо О, Вадим, какие люди Здравствуйте, Виктор Игорьевич Зачем вызывали? Рад, что пришел А то я думал, ты тоже сбежал, как твой друг Какой друг? Присяжись Я постою Андрей, Андрей Кстати, ты не знаешь, где он сейчас? Понятия не имею Жаль Хотел предложить ему одну очень выгодную сделку Представляешь? Он прихватил из офиса комп В котором компромат на всю нашу фирму и на всех наших заказчиках Ого Да, не хотелось бы, чтобы люди просто так пострадали Ну да Так вот, если бы он мне его вернул Я бы оставил его в покое Фадик, ты же меня знаешь Я бизнесмен, наверное, какой-нибудь гангстер Зачем мне просто так убивать людей? Ничем не могу помочь, Виктор Николаевич Жаль, жаль Очень жаль Это все, я могу уйти? Да, конечно Значит, ты не можешь не помочь К сожалению Всего доброго Как ты думаешь, она обрадуется? Не зайдем, не узнаем Тетя Ира, это я, Нина Странно Тишина, нет никого Может, в магазин пошла Или к подруге Молодые люди, кого ищем? А, Ниночка Привет Здравствуйте Не узнать, выросла, похорошела Спасибо Дядь Петь, а где тетя Ира? Ой, тетя Ира в больнице Уже третью неделю что-то серьезное у нее А Жанна знает? Знает, я в тот же вечер отзвонился Когда Ирку в больницу забрали Но она в городе Дело не про ворот Некогда о маме заботиться Давайте я передам Спасибо Хорошего дня Спасибо, ребята До свидания Пошли Как ты думаешь, тетя Ира, можно яблоки? Думаю, яблоки всем можем Добрый день Здравствуйте А они сладенькие? Берите, не пожалеете Сладкие, как мед Хорошо, можно мне, пожалуйста, полкилограмма И тех, которые побольше? С удовольствием Да, давайте тогда Вот это И вот это Вот Так, сдачи, подождите Нет, нет, это вам Спасибо Спасибо Это тебе Наконец-то решил подарить лично Спасибо Здравствуйте, Тир Нина Чего же вы раньше не сказали, что вы в больнице? Я бы сразу приехала Зачем ты пришла? Как ты зачем? Вы знаете, как у вас дела? Может, вам что-то нужно? Какая разница, что мне нужно? Если я сама уже никому не нужна Тя, Тир У вас есть дочка, Жанна И никого у меня нет Забыла она меня Жанна Жанна теперь другая жизнь Зачем я ей обузу? Ну, ничего Вот и мру я Всем легче стать Чего тебе не говорить так? Нина Ты иди Я устала, спать хочу Ладно Если хотите Постой Вот Ключи от дома возьми Нет, мы в мастерской Какая мастерская? Там жить-то уже нельзя Возьми Спасибо, Митя А вы поправляетесь, хорошо? До свидания Прости меня За все Прости Ну что? Не очень Она расстроена Что Жанна К ней не приезжает Да Жанна может Девушка Вам чем-то помочь? Кого вы ищете? Ирина Виноградова В какой палате? Давайте посмотрим Палата номер девять А я тебе говорила, что Ну все равно Все равно Никогда тебя не поглядю Не поглядю Не поглядю Привет, мам Жанна Жанна Доченька Ты приехала Я так хотела тебя увидеть Не увидела Мне надо поговорить с тобой Я Может была не идеальной Матерью Но перед смертью Что ты говоришь? Перед какой смертью? Ты не рано Собралась умирать? Что врачи говорят? Да ну их То одно говорят А другое Я сама чувствую Что я Долго не протяну Мам Перестань Жанна Дай мне слово Что когда я умру Ты никогда Не обидишь Нину Что? Ты вообще помнишь Что она сделала? Мам Я очень перед ней виновата Я так виновата Что даже наши внуки Не смогут вымолить У нее прощение Я не понимаю О чем ты говоришь Прости меня Что я тебе это рассказываю Но ты должна знать правду Кто это? Я не знаю Иди в дом Тихо Тихо Положи поранишься Вадик Ты что здесь делаешь? Шеф предлагает тебе сделку Какую? Отдашь ноут Оставит в покое Тебя и Нину Ты думаешь Ему нужно верить? Я думаю Стоит попробовать Хорошо Жди Иванец Вадик Сиди пока здесь Как ты объяснишь Скудом у тебя? Ну будут мои проблемы Ты себя береги И Нину тоже Ты тоже себя береги Андрей 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 Что еще здесь? Тебе от Виктора Николаевича привет Подождите Подождите Стойте Я что его убила? Живой Вызывай скорую Скорую Сейчас приедет А он выживет? Жить будет Напишите про вас В контактном телефоне Мы ему позвоним Спасибо Боже Андрей Ну давай покажемся Врачу Ну пожалуйста Не надо Только черкнула Что значит Просто черкнула? А вдруг Будет осложнение Это же не шутки Это серьезно Это невозможно Почему? Потому что Начнутся вопросы Особенно у полиции А мне с ними сейчас никак Извини 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 Это из-за того Чем ты раньше занимался? Да Прости Ты их в порядке? Что это было? Это кто? Давайте договоримся Мы обо всем этом забываем Хорошо Мне неприятности Точно не нужны Только там кровь на стенке Надо замыть И пистолет спрятать Жан Я этим займусь Хорошо Прости Ты в порядке, Жан? Да Я в порядке Жан Спасибо Спасибо Если бы не ты Я не знаю Что бы с нами было Перестань Сойди завтра в больницу К маме Она должна тебе кое-что сказать Что? Завтра узнаешь Извини 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 Не оставил У меня здесь был киллер Что? Я думаю, Дана Это уже не важно Слушай, тебе нужно Валить из города Сейчас же Лиша знает, что ты мне помог И он этого так не оставит Торопись, Вадим Удачи, друг Давай, брат Давай Береги себя Понял, Дрюх Спасибо, что предупредил Прости Больно? Ну, нормально Нин, слушай Ты хотела тетю проедать в больницу Да куда я могу идти, когда ты в таком состоянии? Да перестань, порядок Ты знаешь, ты Сходи к ней Узнай, чего она хотела И заодно купишь мне что-то в аптеке Точно? Точно И, пожалуйста Оставь свой телефон На всякий случай Зачем? Мне нужно один звонок сделать Так будет безопаснее Ладно Ты есть не хочешь? Ну, хорошо Точно не голоден? Спасибо Только если тебе станется хуже Ты сразу вызываешь скорую Обещаешь? Обещаю Я быстро Тетя Здрасте Здравствуй, Ниночка Вы поговорить хотели? Да, садись Мне очень стыдно И перед тобой И перед мамой твоей И перед братом моим Я даже не знаю, как я с ними встречусь на том свете Тетя Если вам тяжело Давайте мы перенесем этот разговор Я слишком долго с этим живу Я не могу больше Нина Нет никакого веренного завещания Как это? А так, что и дом И земля И папина мастерская Это все твое Я тебя обманула Зачем? Вам было со мной тесно? Просто Я боялась, что если ты когда-нибудь узнаешь Как погибли Вера и ее новый муж Ты видеть меня не захочешь Вы знаете, как они погибли? Тетя, вы знаете, кто их убил? Толик Хахарь мой бывший Ему очень деньги нужны Я возьми и скажи Мы же Мы же с мамой К вам как к родной относились Да если бы кто знал, что так все закончится Он мне обещал, что он их пальцем не тронет Говорил, только деньги заберут и все И все Вы их убили Нита Да если бы я знала Да я бы никому слова не сказала Ты думаешь, мне Вера и жалко Эти деньги все равно никому счастья не принесли Толика сразу после этого мертвым На его квартире нашли То ли сам решил покончить в жизни То ли помог, то неизвестно Да и я за все эти годы Даже копейки не решилась подрадить Веришь? Я в руки взять эти деньги не могу Кровью они мне пахнут Ты прости меня, Нина Прости меня Прости Здравствуй, Нина Рад тебя слышать Привет, это не Нина, это Андрей Андрей? А почему у тебя телефон Нины? А где Нина? С Ниной все в порядке Она пошла в больницу проведать тетю А мне нужна твоя помощь А с чего ты решил, что я стану тебе помогать? Потому что это касается Нины Хорошо, я выслушаю тебя Но заранее предупреждаю, что ничего не могу обещать Виктор Николаевич Привет Здравствуйте Я нашел Андрея Он в Покрове И барышня его здесь Ясно Что случилось? Я знаю, кто убил наших родителей И тетя Ира Она рассказала Какому-то своему другу Что они едут с деньгами Просто из-за денег И нет никакого совещания Это все вранье Давай укроем Спасибо Я понимаю Что вам сейчас очень больно И Ваших родителей уже не вернуйтесь Я надеюсь, вы сможете когда-нибудь простить мою маму Она достаточно не страдалась Простите Доктор, а как Вам поправиться? Все будет хорошо? Да Конечно При правильном уходе и лечении Спасибо Мам Ты единственный родной человек для меня В этом мире И если я могу для тебя что-то сделать Я обязательно это сделаю Ты изменилась, доченька Прости меня, мам Пожалуйста Я Не должна была с тобой так поступать Я была такой эгоисткой Я думала только о себе И К чему все это привело Я тебя очень люблю Я тебя люблю Прости Прости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это Зернов, хозяин Прагмита Я знаю, где найти хакера Который вас разорил Пишите адрес Город Покров Улица Садовая Пять Да Рад тебе помочь Что такое? Иди ко мне Что-то случилось? Ну? Ты должна сегодня же уехать из этого дома Они знают, что мы здесь Хорошо Мы с тобой уедем Ты же знаешь, что я с тобой хоть на красе Нин, прости Ты должна уехать одна Почему? Пока мы рядом, у меня связаны руки Я тебе мешаю? Я тебе мешаю А ты что за ерунда? Что ты вообще несешь? Нин Пойми, я преступник Да мне плевать Я людям жизни ломал Неважно, хорошим, плохим Я не могу нормально с этим жить Я должен ответить за все Как-то тебя посадят? Скорее всего Если я не сдамся сам Все равно найдут рано или поздно Если до того не уберут Нет Ты шутишь, да? Да мы столько лет были порозень У нас наконец-то все может быть хорошо Я хочу быть счастливой вместе с тобой Мы этого заслужили Мы должны вместе быть счастливы Ты это понимаешь? Ты будешь счастлива Ты будешь, я тебе обещаю Только сделай так, как я тебя попрошу Кто это приехал? Ты решился за меня? Привет Привет Думаешь, Нина поедет с тобой? Меня Андрей попросил о помощи Мы теперь друзья Я просто помогаю Андрею Зайдешь? Нет Я Нина здесь подожду Прости меня, Платон Я так и не сделала тебя счастливым Но я пыталась Правда пыталась Инна, да поймите Нам нельзя быть вместе Нас могут найти в любую минуту Нам не плевать Да мне не плевать Я скажу это впервые Последний раз Понял? Я тебя больше отпускать не хочу Я... Мне лучше я с тобой вручу Буду жить без тебя Мне все будет хорошо Я тебе обещаю Все будет хорошо Никто не уйдет Да как ты можешь мне это обещать? Нет, я прошу тебя Сделай как можно Я не хочу Себе вещи Я пока поздороваюсь с Платоном Привет Спасибо, что приехал Она согласна с мной поехать? У нее нет выбора Если я должен умереть Я хочу знать, что Она будет жива И с ней никогда ничего плохого не случится Позаботься о ней, хорошо? Я сделаю все, что от меня зависит Только я не уверен, что она будет счастлива Она ведь тебя любит Я тоже люблю ее Но с тобой ей будет лучше Жди, сейчас она выйдет И через сколько мы увидимся? Через пять Через десять Через пятнадцать лет Я не знаю Я буду тебя ждать Не надо Выходи замуж Ради дочь Пускай она будет похожа на тебя Нин, живи Живи Ради нас твоих, пожалуйста Я слушаю тебя сейчас Потому что я верю, что мы с тобой встретимся Я люблю только тебя И не смогу больше никогда никого полюбить Я обещаю Я буду тебя ждать Я люблю тебя Вот он и Василий. Что ты будешь делать дальше? Пойду в позицию. Ты видишь, все будет хорошо. Просто нажми имя. Нина! Нина! Вот они и встретились. Аблин! Аблин! Платон! 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 Ты меня слышишь? Андрей, иди сюда! Платон! Он дышит? Да, живой. Вызывай скорую. Платон! Алло, скорая. У него внутреннее кровотечение. Что это для меня? Можно с вами? Нет, нельзя. Нет. 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 Ну вот и все, Платон. У тебя своя жизнь, и у меня своя. Нет. 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 Они живы спасут? Не знаю. Спасут. Да, да. Спасут. Да. Как он? Мы делаем все возможное. Но с ним же все будет хорошо. У него же молодой организм. Все выдержит. На это очень надеемся. Что сказал доктор? Ждать. Ваше. 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 Жанн, не переживай. А все будет хорошо. Прости. Затон. Ваше. 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 Девушка, отойдите! Это мой муж, и я не собираюсь никуда отходить. Вам понятно? Девушка, отойдите! Девушка, отойдите! Девушка, отойдите! Тихо, тихо, тихо. Лежи. Не говори ничего, ладно? Ты только не прогоняй меня. Атон, я понимаю, что я не смогу заставить тебя полюбить себя, но... Разреши мне просто быть рядом. Пожалуйста. Жанна, ты хорошая. Спасибо тебе за все. Просто мы с тобой немного заикались. Явка с повинной. Вы кого-то убили? Нет. Киберпреступление. Как он? Он хочет тебя видеть. А ты... Ты не будешь против, если я зайду? Это не важно. Главное, чтобы он не понял, что все плохо, слышишь? Да. Жанна... Спасибо. 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 Прости, что не смог тебя увезти. Ладно, это ерунда. Все хорошо. Нина. Я ведь знаю, что мы больше никогда не увидимся. Прости. Это ты меня прости. За то, что так я не смог тебя отпустить. Просто я люблю тебя больше жизни. Прости. 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 Прости меня, пожалуйста. Прости. 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 А это деньги за квартиры твоего папы. Бери и уходи. Бери и уходи. Чтобы мы убрали фортепиано. В коем случае. Платон всегда мечтал, чтобы в гостинице играла живая музыка. И я исполни его последнюю волю. Сегодня же найдите пианистку. Хорошо. Извините, Нина Павловна, у меня не получается. Коленька, ты чего? Знаешь, сколько я слез пролила над этим пианино? Честно? Честно, честно. Мама всегда говорила, что если будешь стараться и много работать, то все получится. Так что давай. А где сейчас ваша мама? Почему я никогда ее не видел? Она далеко. И мой папа далеко, и все мои близкие далеко. Но у тебя, Коль, все любимые люди рядом. Поэтому ты должен их радовать. Да? Угу. И вот мы сейчас выучим все, и ты придешь на академ-концерте, и мама будет тобой очень-очень гордиться. Угу. Давай. Молодец. Молодец. Что-то еще? Иди, Александр. Нет, спасибо. Когда придет моя дочь, скажите ей, что... Жанна. Привет. Жанночка, привет. Ты заказала себе уже, да? Я да. А ты что, будешь? А я ничего не буду. Нет аппетита. Жанна, так нельзя. Ты целыми днями торчишь здесь в гостинице. Ничего не ешь. Ты всю жизнь будешь себе наказывать за то, что? Мам. Пожалуйста, не сейчас. Сегодня годовщина смерти Платона. Девочка моя, ну так нельзя. Ты молодая. Красивая. Богатая. Ну, может, уже пришло время, чтобы подумать, как устроить свою личную жизнь. Таких, как он, нет. А другого мне не надо. Ну, послушай меня. Неповторяемых ошибок. Поверь мне, прожить всю жизнь одной – это не сахар. Но у меня хотя бы ты была и есть. Я знаю, мам. Я все понимаю. Но знаешь, о чем я жалею больше всего? Что я так и не смогла стать ему настоящей женой. Родить ему ребенка. Страшно представить. Я столько лет потратила на то, чтобы казаться лучше, чем Нина. А ведь я могла его просто любить. Доченька. Ну, Платона уже не вернешь. И от этого хуже всего. Послушай. Все еще будет хорошо. Вот и видишь. Ладно, мам, ты кушай. А мне нужно... У меня на третьем этаже ремонт. Нужно проконтролировать, чтобы все было хорошо. Ну, беги. Спасибо тебе за то, что согласилась переехать ко мне. И вообще, мам, за все спасибо. После похорон Платона Жанна уехала в Вольногорск. Туда Жанна забрала и тетю Иру. А я осталась одна в родительском доме. Много бессонных ночей я провела здесь, думая только об одном. Как мне забыть Андрея? Как вырвать его из своего сердца? И чем больше я пыталась избавиться от Андрея, тем отчетливее понимала, как сильно я его люблю. И что никто в этом мире, кроме него, мне не нужен. Привет. Привет. Я все-таки пришел. Я чист. Я скучал. Получается, мы можем начать все сначала? Скажи, ты выйдешь за меня? Да. 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 Вот и вся история, которую я хотела рассказать о людях, которые любили дождь. Мы с Андреем отремонтировали папину мастерскую. Да, нам пришлось многое пережить. Но ведь счастье стоит того, чтобы за него бороться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!